Истинно рад вас приветствовать в этом зале. Хочу сразу сказать, что это было долгие годы моей мечтой собрать мою любимую компанию у себя в Альмамане. И хочу немножко ознакомить вас с регламентом нашей работы. У нас будет 4 доклада. Все 4 доклада посвящены одной теме, композитам. Это разные взгляды на разные композиты, но все они посвящены эстетам. Все полностью. У каждого композита есть свои фишки, и они будут до вас донесены. У нас будет 2 доклада, потом с 12 до часу будет перерыв обеденный. Кто не получил программу, я хочу сказать, что это будет в третьем общежитии, пскового, студенческий, там на крытые столы, в шест, пожалуйста, с 12 до часу перерывы подходили. А сейчас слово для приветствия я бы хотел предоставить проректору по дополнительному профессиональному образованию, ну то, что мы все привыкли говорить после диплома, профессору Сущенко Андрею Валерьевичу, который помимо того, что он проректором, является нашим коллегой, стоматологом. АПЛОДИСМЕНТЫ И мне показалось, что, в общем-то, компания контейн, о которой многие знают, многие нас слышат, в общем-то, много лет уже на стоматологическом рынке, я так понимаю, аудитория у нас целевая, знает ее материалы, знает все, кто на себя представляет. Все, кто есть на выставке, вот я так понимаю, что скоро в Москве уже очередная выставка будет, все мы там встретимся. Поэтому, так, в преддверии вот этой выставки совместно с компанией Талтейн, Воронежский государственный медицинский университет, в общем-то, мы давно стали университетом, давайте-ка приветствуем данное событие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Академия, а теперь это университет, в общем-то, высокое звание. Я так понимаю, что мы будем оправдывать это звание. Нам надо давать и научную продукцию, и практическую продукцию, в общем-то, оказывает качественное лечение. Поэтому мне бы хотелось поприветствовать всех вас, наших гостей, наших коллег. В общем-то, анонсировать что еще? Что в ближайшее 18-м году будет отмечаться 100-летие Медицинского университета в Воронеже. То есть, поэтому все вы должны это знать. И от лица реактора Воронежского медицинского университета, ректора, сектора, технического профессорского преподавательского состава, то есть поприветствовать данное мероприятие, пожелать вам успешной работы, узнать что-то новое и применять это на благо и во благо людей. Спасибо. Спасибо, Анна Иванович, что давайте мы обойдемся без личного амбициоза. Нас поздравили. Спасибо, к сожалению, у нас выполнено на срок и сейчас. Поэтому руководство с утра проводит губернатор совещания. Поэтому у нас тут немало составов собрались, мы, наверное, будем беспорядки, но больше правят. Первый доклад будет посвящен экономической составляющей контактного приема. Лектор будет Литвин Джанна Александровна, владелец частной практики в Москве. Этим никого не уделишь, но тем, что клиника находится на профсоюзной, много лет, где очень жестокая конкуренция в Москве, и она процветает и растет. Это говорили о многом, и у нее визуально, по-моему, врача-то еще не манчится способностей. Поэтому давайте приветствуем. Доброе утро. Я рада всех приветствовать. Вас так много, это очень приятно. И Бобзан Романович уже меня представил. Я, может быть, чуть-чуть добавлю себе. Скажу, что, ну, помимо того, что у меня есть клиника, в которой я внедряю все новинки, и я вам сегодня расскажу об этом. Помимо этого, надо сказать, что материалами компании «Галтея» я работаю на протяжении лет, и, может быть, еще даже намного раньше, когда я еще не была знакома с компанией «Эксподент». А примерно с 2012 года мы внедрили в нашей клинике комбонеры. Готовые композитные виниры, очень продуктивно. И тоже, я думаю, моя информация будет очень интересна. Также хочется добавить, что, поскольку, как многим кажется, что эта тема касается только терапевтической стоматологии, однако моя тема затронет не только врачей, которые занимаются ресторанцией, поскольку материалов, но также это будет интересно и ортопедом, имплантологом, и руководителем клиник. Итак, вот так выглядит нашу клинику. Я за работой. Маленькая, убытная, но очень такая прогрессивная, я бы сказала, клиника. Давайте мы с вами будем говорить, построим наш разговор именно таким образом, что мы с вами очень эффективно перейдем в теории и практике. То есть, непосредственно наш разговор будет вести, я буду вести, как практикующий врач, который еще вчера, допустим, в руках имел какой-то материал, какое-то представление имел в теоретическом виде. А сейчас мы с вами перейдем очень близко уже к пациентам даже. И поскольку у каждой клиники сейчас занимается реставрационной стоматологией как композитными, так и керамическими реставрациями и представлено очень много возможностей, то всегда врач должен ответить всегда перед выбором, что же ему делать, когда увидит одного пациента или другого, и у него в голове зреет план, каждый раз сугубо индивидуально. Конечно, когда нам предоставляется возможность иметь какой-то нужный тень, то ему порой трудно очень начать с ним работать. Допустим, даже те более, так скажем, поколения врачей, которые привыкли к чему-то к одному, они не могут быстро перейти на кардинально новый уровень. Я уже молчу о цифровых технологиях, которые сложно очень предварить жизнь людям более старшего поколения. А молодежь, она быстрее все впитывает, быстрее хочется все попробовать, и, конечно, коммерческий успех от этого тоже хочется быстрее иметь. Так вот, как мы понимаем, виниры, то есть эстетические реставрации, композитные или керамические, это прежде всего эстетика. Человек к вам приходит за эстетикой, и он должен в какую-то сторону склониться. Когда он к вам приходит в кресло, уже сел и общается с вами, он уже что-то представляет. Он представляет, как выглядят зубы, например, у его соседа, и он хочет так же или не хочет так же. Он представляет, как он видит это, допустим, в журналах или по телевизору, да, как выглядят какие-то люди. Что-то он прочитал в интернете. Но, конечно, его мнение будет складываться еще и от того, как вы с ним побеседуете на первичной консультации. В любом случае, любой пациент хочет сделать все быстро, не больно, эффективно и, конечно же, сэкономить денег. Других пожеланий у пациентов не будет никогда. Никто не хочет лечить с болью, никто не хочет лечить долго и так далее. Так вот, пациенты приходят к врачу уже с какими-то сложившимися стереотипами. Наша задача с вами их какие-то изменить, какие-то, допустим, подтвердить. Но, согласитесь, все вот эти пункты, которые вы сейчас читаете, да, пациенты говорят, я хочу керамику, хочу только пломбу. У меня 15 лет, где 20 лет уже пломба стоит, и она прекрасно выглядит, и ничего с ней такого не случается. Я жую и жую, ищу только, только сжевать. Трудно убить человека, чтобы вместо этой пломбы нужна уже керамическая вкладка. Далее. Керамика стоит дорого. Так все думают, так все знают. Под коробку надо дочить сильно, удалять нервы надо, да, и вот эти все стереотипы нам надо как-то с вами изменить. Причем есть такая тенденция, когда мы спрашивали очень многих людей, какое место занимает здоровье в их жизни, они обязательно здоровье занимают, ну, допустим, в тройке, в зависимости от того, какой возраст пациента. Молодые, конечно, не так на первое место ставят, да, на здоровье, а более взрослые люди, пожилые. И, естественно, здоровье одной сферой не занимает. Но, что самое интересное, зубы для пациентов к здоровью не относятся. Зубы отдельно, а здоровье отдельно. И если бы это коснулось, допустим, кардиологии или того, ну, какой-то еще серьезной патологии, то они безоговорочно идут на дополнительные методы исследования, они не спорят с врачом. А нам приходится доказывать, что все-таки зубы – это не только красота, но еще и тоже здоровье. И анкету, которую пациенты заполняют перед тем, как сесть к вам на патологию, по здоровью, анкету по здоровью заполняешь, правильно? Вот. Эту анкету они не просто так должны заполнять. Они должны ее заполнять для того, чтобы вы смогли найти корреляцию, да, и найти какую-то ниточку, которая ведет к тому, чтобы человека сматерировать, что вот оно оказывается. Оказывается, желудочно-кишечный тракт тоже может от зубов страдать. Сердечно-сосудистая система тоже может от зубов страдать. Головные боли также могут страдать от зуба-челюстной системы и так далее. И вообще, если у человека ничего не болит, то стереотипы поменять сложно. Поменять сложно его приоритеты. И наша задача с вами, это практически невыполнимая задача сдвинуть эти приоритеты так, чтобы его смотивировать на лечение зубов. Хотя я так считаю, что не мы должны мотивировать зубов, а мы должны сделать так, чтобы он сам смотивировался, и чтобы он нас спросил о том, чтобы мы сделали такую ту или иную эстетическую работу. В нашей клинике, помимо анкеты здоровья, есть еще анкета по, так скажем, первичного пациента. Я думаю, что в каждой клинике тоже что-то подобное есть, но мне, я когда ее давала людям, я не думала, что она будет иметь какой-то тоже успех в плане какой-то коммерческой заставляющей. Оказывается, пациент не знает, что его именно беспокоит в эстетике. Он знает, что что-то не так, а что он не знает. Например, он, пока ему наводящие вопросы не задашь, он не может сказать, что его беспокоит. И для этого я и сделала такую анкету, которая наводит из-за на какие-то мысли. И порой бывает так даже, что он приходит с каким-то определенным уровнем знания о своей улыбке, а в процессе заполнения этой анкеты он уже анализирует. И у него создается впечатление, что, оказывается, у него что-то не так. И вот один из пунктов, который я пометила стрелочкой, называется так. Пожалуйста, оцените внешний вид своих зубов и своей улыбки по 10-балльной шкале, где 0 полностью не устраивает, а 10 полностью устраивает. И они разные пункты пишут. Значит, по этой шкале я уже понимаю, кто передо мной сидит. Бывает так, что у человека все идеально, а он пишет единицу или 0, или 2. Бывает, что ужасно просто запущенный он, абсолютно неэстетичная улыбка, но он ставит 10 или 9. Вот эти критерии, они очень важны. Вы будете знать о том, какой уровень требований к вам. Будете опираться очень на вот этот критерий. И я хочу сказать, что ничего не должно вас разочаровывать именно в этой шкале. И ничего не должно вам давать поводу для того, чтобы не делать, если у него, допустим, и в арку все хорошо, и он поставил тоже 9 или 10. Это ни о чем не говорит. Я вам сейчас это докажу. И по моему опыту, по моему опыту, пациент готов вас слушать. Он готов что-то купить у вас. Но для этого ему нужно, он покупает эмоции. Если у него возникают какие-то эмоции, и он в момент консультации с вами понимает, что вы его заинтересовываете, да, то он обязательно вас послушает. Если даже он поставил 10 или 9 или 8, он обязательно вас послушает. Поэтому, что бы вы ни делали, как бы вы ни разговаривали с пациентом, для него очень важна эта картина. Он не будет долго слушать вашу лекцию. Он не будет... Вообще трудно очень представить ему все это. Это мы можем с вами не фантазировать, какая здесь будет улыбка. А пациенту очень сложно все представить. Поэтому я этот весь вот сейчас рассказ веду к тому, что для пациента на первичной консультации очень важна именно презентация того, как будет выглядеть его рот. За что он будет платить деньги? Мы всегда знаем, когда работаем с компасительными материалами, что эта работа очень такая творческая. Она требует знания анатолия, она требует знания навыков художественного мастерства, каких-то подходов таких далеко не врачебных, да, а каких-то вот творческих подходов. Мы знаем, что зуб состоит из микрокомпонентов рельефа, да, макро-рельефа. И мы понимаем, что это достаточно сложно. И чем дальше прогресс в стоматологии, тем все это сложнее и сложнее. Потому что мы наряду с такими технологиями еще и входим в эпоху цифровых технологий. И нам придется все это на компьютере делать. Поэтому это все достаточно творчески, да, и кропотливо очень. И вот эти все вещи, которые заставляют нас тратить время на такой творческий подход, они, безусловно, дают кому-либо такие, ну, как бы, кто может это, да, воплотить в жизнь именно как идею для того, чтобы все это более сделать быстро, качественно и сократить время врача и получить очень эффективный результат. И вот такой доктор, который, вы наверняка его все уже знаете, потому что это уже технология достаточно, да, за 5 лет много раз являлась перед вами. Этот врач Марио Бейзи, который вот как раз и сотворил такие вот готовые композитные виниры, которые позволили облегчить жизнь стоматологам, которые занимаются реставрациями. И сейчас мы о них немножко поговорим, но не о том, как их, допустим, использовать непосредственно на человеке, да, на пациенте, а вот именно с точки зрения коммерческого успеха. А потом далее у нас лекции будут уже и по технологиям, и по другим материалам. А моя сейчас задача просто вот объяснить и рассказать на своем примере, как, за счет чего в клинике мы проводим такие консультации показательные. Итак, компонент, о котором я бы хотела более подробно сказать, это готовая форма, можно сказать, чешуйка, готовая пластинка, которая сымитирована как эмаль, да, и сделана она из композитного материала синержитой шерсть. То есть все ее характеристики соответствуют характеристикам домпировочного материала синержитой шерсть. Вот этот материал так выглядит, мы тоже потом подробнее о нем поговорим, если кто-то не знает. А вот так выглядит коробка, в которой находятся компоненты, это сет такой очень удобный для того, чтобы уже полностью их во рту пациента применить. Тоже подробно я не буду останавливаться, скажу лишь о том, что коробка выглядит очень презентабельно, и на пациента это тоже очень влияет, именно на его вот такую вот психологию. Поэтому тоже, если вы приобрели такую коробку, то ее не надо брянуть, ее надо просто погазать, и пациент тоже очень обрадуется таким множеством. В каждой коробочке есть определенное количество компонентов, и вы будете подбирать их по цвету и по форме, об этом поговорим с Натальей Александровной более подробно позже. Вот, но я тут именно хочу сосредоточить ваше внимание на том, как компоненты работают на первичной консультации. Поскольку у компонентов есть несколько размеров, это как размер одежды, да, в медную, власть и так далее, как на верхнюю, так и на нижнюю челюсть, то у меня есть наборы, там несколько наборов для того, чтобы пациенту суметь на первой консультации это все примерить. Я уже примерно понимаю, какой размер полу зубов подходит, и мало того, там есть специальный шаблон, который можно использовать, но за пять лет уже, естественно, так глаз наметан, что можно и без шаблона это применить. И мы все случаи, которые вы сейчас видите и далее будете видеть, я вам продемонстрирую, как пациенты соглашаются на перемену своей булыбки. Далее, я бы хотела сказать еще о том, что, да, показания и противопоказания к применению компонентов, это все то же самое, что и относится к обычным панировочным материалам. Это кариозное и не кариозное поражение зубов. Вот, а также, как вы видите, устранение дефектов при удалении зубов, да, когда человек ждет, когда ему придет очередь для имплантации, для восполнения каких-то, допустим, ну да, как я и сказала, кариозных и не кариозных дефектов. Далее, презентация и мотивация. Вот пациентка, которая захотела на этом слайде, да, изменить что-то в улыбке. Она предъявила, ну, такие желания, чтобы это было светлее и ровнее. Я сказала ей, что да, пожалуйста, мы с вами можем это все сделать, планировочный материал, можем керамическими винирами, можем как угодно, и... Но если вы хотите представить это, как это будет и за что вы будете платить деньги, то давайте сделаем с вами презентацию сейчас в кабинете. И я взяла обычно, как это делается, всегда на более белый планировочный материал, который в виде горошины кладется небольшой на зуб, я начинаю примерять эти пластиночки на каждый зуб. И выстраиваю ряд такого, который мне... Считаю, что он хорошо ложится в ее поле неулыбки. И мы смотрим, как это выглядит сбоку, в профиль, справа, слева. Она убеждается, что зубы от этого не становятся толще, что ее может, да, напугать в нее и все пациенты. Также мы можем даже какие-то компонеры превысить линию десневого края и показать пациенту, что можно сделать и коррекцию десны. Чтобы зубы выглядели длиннее. И пациент уже хорошо представляет. Потому что, вот согласитесь, если, например, взять врачей и дать им в руку керамический винир, ну или композитный винир, то он все увидит в этом винире. Ему будет очень здорово посмотреть, да, ощупать и на свет посмотреть, и представить его характеристики. Но если пациенту дать этот винир, он так не увидит его, как увидит его стоматолог. Пациент увидит только на себе. Он только в зеркало должен посмотреть. Только так он оценит то, что он должен приобрести. Так же, я считаю, что вся красота лица, она, безусловно, не в молчаливом лице, а в мимике человека. И обязательно я в своей практике использую видео. Снимаю на телефон пациента тот момент, когда мы ему прилируем компоненты, вот так вот, пробно, без засвечивания, просто на мобировочном материале. И мы даем человеку возможность что-то сказать, там, сфотографировать его, сделать видео. И он улыбается, он смущается, он заставляет его, там, допустим, сделать какие-то, прочитать стихотворения, например, или еще что-то. И он на видео себя видит в другом совершенно свете. Он видит еще не только то, что при разговорах на мемике у него открываются верхние зубы, но зачастую открываются и нижние. Особенно у людей старшего возраста, когда стерта, режущая поверхность нижним зубом, и тонинами пигментируется грудью, то это тоже очень хорошая мотивация для того, чтобы пациентки сделали не только верхние зубы, но и нижние. Так вот, здесь пациентка утверждает, что да, мне так нравится, я готова это сделать, и она готова сделать не только шесть зубов, которые она хотела сделать вначале, но и далее все зубы в зоне улыбки, верхние и нижние. Затем пациенты, которые думают, что чем ровнее зубы, режущей крови, тем красивее. Они просто, некоторые прямо вот об этом говорят гордо, и говорят, смотрите, какие у меня ровные зубы, это же просто как вот ножом так вот отрезано все ровно. Вот, и вот это тоже надо переубедить человека для того, чтобы он сделал какой-то шаг. Если вы будете без фотографий, без видео показывать человеку, не показывать, а говорить человеку о том, что, вы знаете, резец должен быть длиннее, второй резец должен быть сторончик, но должен быть так же длиннее, как и первый резец. Он вряд ли это представит, и он думает, что ему красиво, когда все ровно. Но стоит только показать картинку, стоит показать примеры своих других работ, он, конечно, уже весь, вот эту всю измену, вот эту чувствует. Данная пациентка тоже сделала себе работу после такой презентации. Далее, со скучностью зубов пациенты в нашей клинике проходят комплексный план, по крайней мере, обследований. И такие правила у нас заведены, что обязательно для подтверждения плана лечения мы должны убедиться во всех нюансах. И пациент, независимо от того, хочет он или не хочет, он должен сходить на консультацию к ордологу. И никто его не заставляет делать брекеты. А он обязан посетить протоколога, допустим, ну, если это очевидно, да, необходимо, ортодонта, или если есть отсутствующие зубы, то и ортопеда обязательно. Так вот, данная пациентка отрицательно относилась к тому, что ей нужны брекеты. Даже после консультации она этого не захотела. И в таких случаях, конечно, приходится уже идти навстречу пациенту, хотя это ортодонтические работы переделывать попозитными винирами только можно, я считаю, в том случае, когда это очень незначительные дефекты. И вот таким образом мы решили эту проблему. Я вам тоже покажу, как вылетят потом зубы, когда он электрогеймер. Пациенты более старшего возраста, где-то начиная, может быть, с лет сорока, это вообще, я бы сказала, рак, для того, чтобы провести эффективно мотивирующие консультации. Потому что, конечно, вот вы понимаете, да, что я хочу сказать. Женщина 56 лет. У нее как будто бы даркостный рост. Выглядит она на самом деле хорошо. Она сидит за собой, она ходит к косметологу, ее много проведено в разных косметических манипуляциях инъекционных, нитей, и все эти разные коррекции проведены. И ее это очень украшает. Но вот так вот она выглядит на верхнем снимке, как старушка. И когда я это ей показала, то она сказала, что да, это действительно меня портит. И вообще те пациенты, которые вот так сидят за собой, девушки, женщины, которым очень важна внешность для такой степени, они очень положительно отнесутся к вашим таким фотографиям и видео. Дальше я приклеила компоненты, показала ей, как они будут выглядеть. И она радовалась. Она выглядит гораздо моложе на второй фотографии. Тоже это явилось скотивирующим таким фактором. И я вас тоже призываю к тому, чтобы на таких женщин обращать внимание. Конечно, мужчины. здесь реже на это идут в таком случае, но им больше... Главное, чтобы не болело и было чем жрать. Но все равно не надо исключать людей мужского пола более старшего возраста и с такой категории потенциальных пациентов. Далее, да, это на тоннаже. И согласитесь, что левый снимок выглядит, да, у женщины более... более стёртая эмаль, конечно, и, ну, более стёртая. Также можно... ну, то же самое, да? Та же фотография, доказывающая о том, что всегда можно сделать лучше, чем было. Вот этот врач ко мне приехал на этой снимке. Это врач. Стоматолог. Она всё хорошо понимает. Она... Ей не надо ничего доказывать. И она просто решила изменить немножко свои зубы, потому что тем реставрациям, которые у неё были, 15 лет. И... надо было просто обновить. Но она решила это сделать не керамическими генерами, а компанией. Поэтому мы тоже с ней эту работу сделали. Далее. Также на первичных консультациях можно решать вопрос с пациентами о том, какие будут зубы. Я не знаю, видно ли вам на экране. У меня на компьютере точно видно, что один зуб был более жёлтый, другой более белый. Видно это, да? На этом точно не так видно. Вот. Это мы сделали подложку материалом разного цвета. На одной А2, на другой В1. И... Может быть... Может быть... Да. А2, а не В1. И она выбрала определённый цвет. По-моему, она выбрала В1. И мы уже с ней потом сделали все зубы таким образом. Это тоже девушка-стоматолога. Тоже она приехала специально для такой работы. Далее. Да, вот эта работа уже сделана. Ну, я имею в виду... Нет, здесь ещё как раз просто приклеено, но в итоге мы так и сделали. С ней. Вот таким вот образом можно проводить такие консультации. и хочется мне сказать ещё о том, что на самом деле не надо, может быть, там покупать дорогих аппаратов, но это уже всё зависит от того, что можно себе посмотреть, врач. Очень много сейчас информации, где проводят курсы, какие посетить. никто только не знает, где лучше, потому что бывает так, что заплатишь очень большие деньги за обучение фотографии, а толку мало. У меня как было два раза. И я даже приглашала непосредственно к себе фотографа, который именно у меня в кабинете настроил мой фотоаппарат так, чтобы у меня были фотографии уровня такого, может быть, ну, тут перемешка сейчас будет фотографии, потому что на каких-то я только начинала на каком-то оборудовании, какой-то сейчас у меня имеется в клинике, но я хочу сказать, что все курсы по фотографированию, они для меня неоднозначны. Я на некоторых не получала такой практический совет. И еще в дополнение к этому, имейте в виду, что появились курсы, мне кажется, они даже более эффективны. Я еще пока не ходила, но я видела, какие фотографии делают курсы по фотографированию с мобильного телефона. Я даже думаю, что не надо курс устраивать. Каждый знает свой мобильный телефон, его возможности, особенно если это какие-то Sony может быть с хорошей камерой, на них тоже получаются чудесные фотографии. мне даже иногда пациенты присылают свои фотографии, как они долго фотографируются, для того, чтобы я сначала оценила, пациенты, которые живут в другом городе и могут частные консультации приезжать. я поражаюсь как очень высокого уровня и делаю фотографии для своих зубов в своих домашних условиях. Поэтому, почему я это все говорю, потому что если вы еще не фотографируете, если вы еще не применяете камеру, то тогда будет очень запрогнительно провести мотивацию пациента. Я не могу убеждена, что на первичной можно если поговорить о стоимости компонентов, например, как это себестоимости, как это все для клиники будет выглядеть, то, конечно, материальный успех тут хороший, потому что стоимость компонентов, она где-то идет посередине стоит, между композитными реставрациями и керамическими реставрациями. Пациент всегда выбирает по своей психологии что-то экономически среднее. Если вы говорите о том, что и композитный реставрация хорош, прямая реставрация и керамический хорош, но тот стоит, например, 5 тысяч рублей, а тот стоит 25 тысяч рублей, или другие большие границы, то если все так хорошо, почему бы мне заплатить где-то посерединке. Это какая-то вот такая психологическая тоже информация, не информация, а вот составляющая есть. Поэтому я советую в прайс, когда вы будете вносить стоимость компонента в своей клинике, это должно действительно что-то посередине, потому что тогда вы будете оценивать свой труд, за который вы тратите на знания, на мнения, на навыки, а также вы будете все-таки иметь за счет компонента больше экономический успех, нежели от прямых реставраций. Если пациент делал прямую реставрацию. Вот таким вот образом. Вообще сдвинуть пациента в сторону эстетики, пока он сам не захочет, чрезвычайно сложно. Я не могу его заставить отложить ипотеку и заплатить мне за зубы, например. Я не могу этого сделать. Я не могу сказать, вы знаете, ваши дети потом поучатся, а сейчас сделайте пожалуйста улыбку красивую. И вот много таких факторов, у которых в приоритете, у которых пациенты в приоритете. Наша задача только суметь показать, что за счет роликов, за счет фотографий, за счет вот таких презентаций показать, что будет у них во рту, если как раз дайте оточки для того, чтобы уже отложить деньги на эстетические реставрации. Наша задача убедить, что функция это не есть эстетика. Надо дать понять человеку, что именно такая форма зубов позволит правильно нажимать. Наша задача убедить пациента, что здоровье зуба это зрение одной цепи, это не отдельная составляющая. Вот таким образом я вижу такие хорошие перспективы применения компонеров и заполнение такой ниши именно в политике тех возможностей, с чем работает врач-самотолог. Я бы всем рекомендовала именно не откладывая долгий ящик, я бы рекомендовала именно заняться тем, чтобы начать с презентации и вы увидите, как будут смотивированы пациенты на решение эстетических проблем. Какие-то я выводы уже сделала за это время, прошло достаточно много времени, да, но тут можно еще посмотреть этот профиль, как раз это подтверждение того, что пациент, когда говорит о том, что надо зубы стачивать для того, чтобы что-то сделать, да, серьезное во фронтальном отделе, я говорю о том, что зачем стачивать, если у вас так дефицит ткани, наоборот, надо восполнить, поэтому все это нарядно мы показываем на разных фотографиях. Также можно сделать фотографию, я ее потом покажу, когда буду уже другой доклад читать, фотография, которая показывает симметрую или асимметрую, это всегда фотография идет сверху вниз, она показывает линию, где находится центр носа и улыбку и подбородок. И когда человек улыбается, открываются зубы центральной линии, мы видим, то мы видим, как правая сторона отличается или не отличается от левой стороны. Вот эти выводы и тенденции я сделала на сегодняшний день, опираясь на свою практику в своей клинике. При анализе явных методов слово компонир встречается в 10 раз больше по сравнению с прошлым годом. Я не даю ни одного центра, ни одного рубля на рекламу, хотя я этим не дождусь, я просто говорю об этом, что ни в том году я этого не делала, ни в этом году я этого не делала, но, однако, слово это появилось, и нашу клинику стали искать именно по этому слову. Конечно, уже не только в нашей клинике появились компониры, безусловно, очень во многих клиниках в Москве они есть, но вот так вот слово это появилось, а о чем это говорит? Это говорит о том, что пациенты уже знают об этом. И если они приходят к вам и говорят, что я хочу компониры, то просто надо быть на одной волне с ними, надо знать, что это такое, и очень жаль, когда я видела таких пациентов несколько, которые приходили ко мне и говорили, что в одно время сказали, я говорю, да, полная, я лучше вам сделаю керамические реставрации, и все. То есть, да, врач может прекрасно делать керамические реставрации, но сделал некорректно, сказал некорректно, потому что у каждой реставрации есть особенности у керамики тоже много проблем есть, поэтому пациенты уже знают о том, что существуют компониры. Далее, при записи пациента по телефону стала звучать фраза, мне бы хотелось записаться на консультацию по компонирам, администраторы должны быть подкованы, вы научитесь своих администраторов по этому поводу отвечать на вопрос, потому что если у вас, допустим, нет компонентов, а кто-то это хочет нам объяснить, может быть, как-то суметь и объяснить, какая есть альтернатива у вас, и просто сказать, извините, у нас их нет, ну, может быть, это немножко дискредитировано, потому что очень во многих уже клиниках, конечно, об этом речь не ведет. Конечно, очень нравятся шутые консультации, вот такие, которые я вам рассказала, они начинают, пациенты начинают играть, больше мимики выиграются, они оживают, пациенты, и, как я уже сказала, они хотят купить вот эту эмоцию. Вам нравится этот автомобиль, вы его покупаете, вам нравится что-то, да, какой-то предмет, вы его покупаете. Ну, да, очень много мотивируются на реставрацию, и вот по моему опыту все пациенты, которые у меня находятся на консультации, они обязательно рано или поздно проходят восстановление за счет компонентов. Поэтому, а, да, и последняя мотивация к отбеливанию, ортодонтии, имплантации, протезированию. Когда вы будете пациенту приклеивать на презентации вот такие вот делать улыбки, они увидят, что у него зубы гораздо желтее, то есть я вам рекомендую всегда делать приклеивание компониров на более белый цвет, чтобы они видели, что это лучше, чем желтый, и это их мотивирует, безусловно, на отбеливание, мотивирует на замещение дефектов в процессе сухих зубов, потому что раньше он не обращал внимания так на свой рот, а окажется, у него сейчас будет все красиво, а четвертого зуба нет, а пятого зуба нет, и это все открывается, и все это видно. Поэтому это очень важно, комплексный блокок, и комплексная работа с пациентом в условиях коммерческой клиники, условиях любой клиники в нашем время. Об этом я хотела сказать, поделиться с вами на первом нашем докладе. в практически, у нас будет теперь практически доклада. Прежде всего, я хотел бы попросить главного самотова, главного членового сегодня Анатолий Покин, приветствую к вас на самом деле в том, что деменера, на самом деменере, на самом деменере. Добрый день, уважаемые коллеги. Я смотрю, что зал заполнен. Вижу очень много знакомых, очень благодарна, Анатолий Романович, для приглашения, потому что наши детские сотрудники стали глубоким рабочим. Это наше будущее в практическом правоохранении. Хочу выразить признательность университета за предоставленную возможность нашим докторам прийти поучиться, потому что я понимаю, что в будущем наша самая главная задача учиться. Мы первые стоматологи, которые в этом году прошли аккредитацию первичную. Многие приняли участие в этой аккредитации и понимают, насколько серьезно, насколько сложная задача перед нами ставит наша жизнь. Поэтому наше взаимодействие в плане обучения очень важно. Поэтому предстоителю фермы Майкалтей заражаю огромным признателем, что мы обучаемся, причем обучаемся без затрат материальных, что не маловажно для практического правоохранения и направления своих сотрудников на данное обучение. Я смотрю, здесь есть студенты, есть ординаторы, которые в будущем придут к нам работать, это будущие ваши сотрудники, и я хочу, чтобы это взаимодействие, надеюсь, Владимир Романович, оно будет регулярно, будет постоянно, и мы все найдем то, что нам надо будет применять на своей практике на рабочих местах, и плюс ко всему то взаимодействие между тем материалом, которые нам сегодня представлены, и мы ими работаем, правильно, Владимир Романович, а больше учащихся, работают эти миссариалы, и на цели качества, я думаю, что в будущем они будут применяться шире на нашей территории, ну и соответственно, наше будущее взаимодействие таким образом будет частным и, наверное, полноценным и для нас, и для всех работников. Я желаю вам хорошего обучения, причем обучения теоретического и практического, и чтобы в дальнейшем вы, так сказать, применяли все то, что вам рассказали наши что-то давали для него. Желаю вам обучения. Спасибо. А сейчас следующий я вам не буду священ новому композиту, читать его будет в ваших покорных слугах. Ну и в этом момент самая первая уникальность этого композита в том, что, наверное, впервые за многие годы этот композит одновременно появился и в мире, и на российском рынке. Потому что обычно мы это все с задержкой 3-4 года получаем. Композит был представлен в первой 2015 году, я не знаю, я шел, поэтому хотелось бы несколько слов рассказать о нем и о его свойствах. Но, прежде всего, о композитах вообще. Потому что, ну, вы помните, что еще совсем недавно только недавно, но и для многих это вот целая жизнь, 20-25 лет назад, за счастье пациенту было просто попасть в середину. Все. Ни о таких позрачностях, ни о каких предметах речи не было. Ни золотая коронка, это уже хорошо. Ни депульпировать под керамику, это тоже уже хорошо. Но требования растут, тем более, что нам стали доступны западные телевидения, западные телевидения, где пропагандируются такие западные ценности, жизненные ценности, что улыбки это показание, показатель качества жизни. Ну, и нельзя сказать, что это плохо, но это хорошо, хорошо же всем улыбаться. Это такой стал мировой тренд, и я даже думаю, что если бы в настоящее время весьма от меня написал свою уже комнат, то она была имела несколько другой вид, чем в средние века. Ну, и нам совершенно новые композиты, совершенство технологий, совершенство технического прогресса позволяют, собственно, расширять показания, хотя основным показателем, основным показанием для прямой реставрации несомненно является патология витального суха. Потому что композит это адгезивная техника. Адгезивная техника, она в основном предназначена для витального суха. Хотя во всем мире есть масса клинических примеров, которых показывают возможность композита при реставрации для витального суха, и мы это делаем. Тем не менее, основными показателями это кальвиз, это негариозные поражения, это устойомеханическая травма зуба, ну и к негариозным нарушениям я отношу еще всякие деформации кожи. Ну и надо сказать, что еще наша система нашего образования, разделение по специальности, она тоже несколько дает особенности развития профессиональных людей, потому что он терапевт, он всегда априори будет отдавать при почине композитов, потому что это отдавать пациенту. Отдавать пациента это технику, отдавать это у многих, кто работает на себя, у многих техника нет, это починить, если есть 2 сертификата, это уже проще, но все равно больше, гораздо, чем годен, просто я это знаю не по наслышке профессионально, потому что отслеживаю эти сертификаты, очень многие врачи имеют по нескольку сертификатам, но тем не менее даже прием в плавных отделениях стомокологических клиник, он завязан на специальности, терапевтические отделения или ортопедические отделения, и вот этот излечный спор, это лучше не прямым методом, то есть там коронкой, винировой, а это лучше композитом, он, там нет правных, не правных, есть собственно какие-то показания, когда можно терапевты расширять все, потому что все стоматологи, когда видят пациента, у них прямо все зубы, и я все это сделаю, и разговор ортопеда, терапевта, что это все посереет, изменится цвет, или все это выпадет и сломается, терапевт очень четко парирует, что ваши виниры, самое типичное место переноса, причем эта травма винира, она не имеет никакого отношения к качеству изготовления, это только прав врача, потому что к качеству препарирования, винир может стоять только если равномерный слой фиксирующего цемента, когда у вас перепад по толщине, он лопнет однозначно, и трещина в 97% случаев проходит в решеточной области, где бы казалось никакой нагрузки, механической нету, это всего лишь усадка. Ну мы немножко так отвлеклись, но просто вот так как я первый начинаю, я не знаю, я может быть повторю, потому что мы электросъехали с разной обороты, может быть чуть-чуть будем перекрещиваться в докладах, поэтому прошу прощить за это. Прежде всего, что мы имеем, как мы сейчас делим композицию, на самом деле такой классификации, в которой полностью все было включить в себя, ее такой нету. но наша любимая студентка вот, наверное, только прошли, если это пятый курс, это по размеру частиц наполнителя, самая массовая, самая распространенная классификация. Чуть менее распространенная это по типу композитной магии, или по типу наполнителя. И классификация, которая сейчас вводится, я ее видел уже в западных изданиях, это по физической характеристикам композита, по составу матовцы, ну, это всем известны, это компомеры, полигласеры, макеры, это те частицы, которые могут входить в состав наполнителя, это может быть белый стекло, это может быть керамика, частица керамики, это может быть какие-то особенные маслицы, безусадочные, например, и так далее. по физическим характеристикам. У нас стандартные формы, флоу-формы и предполимеризованные. Это новые формы композитора, это, собственно, те формы композитора, о которых мы будем в основном сегодня говорить. На самом деле само понятие предполимеризации, оно достаточно старое понятие, потому что впервые этот термин был введен в 1996 году, вышла немецкая работа, когда, помните, полости второго класса, брали, скатывали шарик из композита, полимеризовали его, полость второго класса помещали композит, в него шарик из того же композита отжимали марку и тогда засвечивались. И считалось, что усадка, направление усадки, оно происходило в сторону шарика, как более твердого вещества. Потом это подтвердили уже научными данными. И воздействие на композит перед тем, как его ставить в полость, вперед на полость, это и есть предпрометализация. Она может быть разной. Все из вас, наверняка, нет ни одного человека, который бы ни разу в своей жизни не видел рекламных фильмов, который, который, он какой-то учебный, может быть, он может быть рекламный по композиту, и там всех удивляют, как композиты тягутся, да, они прямо как пластилины, если он не делает, что-то. Это простое, обычное нагревание. Это и есть тоже предполимеризационное воздействие. Одна проблема, чтобы для них, это, когда у нас все-таки композит, это сервис, тюб. и если мы это начинаем пытаться повторять, то половину шпинца, наверное, в общем, раз он не ушел дальше, он не приводит. Для того, чтобы нагревать качественно композиты, эти типсы должны быть под 0,2 грамм. Когда вам максимум два раза приходите, она пустая, вы выбрасываете. Портим это там, для, в дополнение экономического доклада, чтобы считать композиты. Хлоуформа, которые впервые появились в конце 90-х годов, ну и стандартные, всем известные. Какое может быть предполимализационное воздействие на сегодняшний день? Ну, прежде всего, это давление, прессование, вакуум, может быть лазменная энергия, я тоже, например, ну, например, есть это, это несколько аналогов манера, но я просто хочу сразу сказать, что он не сертифицирован на российском рынке, ну и, наверное, никогда и не будет. Это сочетание различных физических факторов, но самое массовое, самое массовое, это температура и давление, это самое массовое предполимализационное воздействие. Ну и всем самым известным классификациям, это по размеру частей с наполнением. Это макро-наполненные, это микро-наполненные, ну и это, собственно, те композиты, про которые, ну уже по-разному их было. Хотя для меня было великим открытием, ну не знаю, к стыду своему, наверное, что микро-наполненный выпускатель. Я когда увидел его, я, ну, я его держал в руках лет 15, ну, типичный такой макро-наполненный композит, он есть. Поэтому говорить, что этих композитов уже больше нет, я, наверное, погорячился. они есть, но можно, скажем, не так широко применяется. Их недостоинства и недостатки всем известны. Да, макро-наполнитель это крепость, микро-наполнитель это полируемость. Из-за полируемости отсюда эстетика. Ну, если будут продвинуть, то, наверное, вряд ли интересно, какие прописные истины. В настоящее время у нас эра гибридных материалов. Есть еще нано-наполненные, и я очень прошу не путать нано-наполненные материалы с нано-наполненными гибридными. Это немножко разные вещи. Чисто нано-наполненных материалов, когда размер частиц только нано до полмикрона, их не так много. В основном это все-таки нано-наполненные гибриды. Мы живем в эру, ну, примерно, так скажем, с 2001-2002 года, мы живем уже в эру гибридных материалов. И первые гибридные материалы это были стандартные гибриды с размером фазовой частицы до 10 мм. Потом появились мелкие гибриды до 5 мк, сверху мелкие. Ну, это тоже уже прошлое, их нет. В настоящее время выжили в эру субмикронных гибридов или в переводных статьях, и нам больше, наверное, даже известно, они гибридные гибриды. Это выкро наполненные микрогибриды или субмикроны их еще называют. И нано наполненные гибриды, когда размер базовой частицы полмикрона. Ну, опять такое, что такое базовая частица. У нас много дотошных схематологов есть, которые открыли аннотацию к композиту и читают. Размер частиц 1 мк, 2 мк, 5 мк, 20 мк, 40 мк. Ну, до 80 мк редко уже. Когда были 150 мк, сейчас больше 40 мк редко у кого-то материала есть. И говорят, ребят, а что вы пишете на самом деле разница здесь большая, что все композиты сделаны из базовой частицы. Просто базовая частица схематично отрумализуется, после этого она в ультразвуковых мельницах размалывается и ее магнитное сито отсеивает нужный размер частиц. У кого какое сочетание 40 мк и 20 строгие ноу-хау не предискал. Что это дает? Когда 40 мк частица не сама по себе, а сделана из базовой частицы, это дает возможность придания ей геометрии. Геометрия частицы это правильность полимерной цепи, это собственно крепость и полимеруемость и это преломление цвета. Поэтому когда все композиты пошли с геометрией базовой частицы, у нас была кардинальная революция в эстетике композитов например с 2006 года. У всех появились белые, у всех появились прозрачные. Мы получили возможность введения трехмерной системы с прозрачными и белыми оттенками в композитную стимотологию. Раньше был только толк в одной революции. Ну вообще у нас есть журнал это орган Американской Ассоциации Соматологов и оттуда взял эту схему по его утверждению мы живем в эпоху того как возникла революция. Первую революцию мы так благополучно прожили потому что она была в 83 году не то чтобы ничего не интересовало но мы не знаем какие еще революции бывают. И эта революция связана с внедрением в широкое внедрение в тропическую смехологию адхизируем керпи. В 83 году профессор Набашьях впервые предложил для коммунической практики бонды с эффективным воздействием с правильным с эффективным правильным с эффективным воздействием над интим. А все и потом начали появляться новые композиторы новые физические факторы они как бы развивались по частицам помните появились гибриды фотополимеры появились потом гибриды фотополимеры потом чуть-чуть цвет потом флоу но такого чего-то что-то перевернуло сознание стоматологии ну не было пока наконец в 2011 году не было впервые представлены готовые готовые формы предполимеризованного композиума я уже говорил еще раз повторю что сегодня у нас будет практически все о этом вот Наталья Александровна расскажет о первом опыте чуть-чуть наверное с конца я расскажу уже о втором опыте воздействия предполимеризационного на композитор потому что ну что нам нужно как терапевту больше всего от композитора если откинуть учебник мы же смотрели там начиная премилизационная русская удобные трудности что там еще насила сцепления нас сила давления нас их на разрыв скажите пожалуйста уважаю на сердце кто-нибудь из вас это смотрит на композицию я понимаю что у кого опыт он уже наверное может это не знать но вы что-то выбирайте хоть раз вы смотрите никогда времени никто это не открывает вы смотрите цвет все на самом деле вот какие вещи вы требуете от композитора и вот какие вещи по сегодняшний день как правило остаются не решены это высокая адаптивность чтобы вы могли легко моделировать полностью это пластичность к тому же это первичная объезда что такое первичная объезда это слабое место нам наполнено композитором учащицы когда вы ее полностью а она заглотила вы ее полностью а она заглотила есть такое есть правда и когда вы полностью зацепили упаковали Полируемость – это эстетика, полируемость – это долговечность эстетики. И еще полируемость – это самое славное место реставрации. Потому что полировать вы начинаете после того, когда вы уже час как минимум отработали с этим делом, и вы просто устали, у вас замыливается глаз. А полировка требует особенно отдельный материал, высокий эстетичный, например, вы почитаете там пасту, церковь, кожа, щетка и только попилек, зубом можно и только в одном направлении. Там иногда есть такие полировочные системы, что когда вы прочитаете инструкцию, то практически все. Ну и многие стоматологи нашли хорошую обманку. Давайте завтра. Пусть зуб нам все это состоится. Мы еще можем это назвать более-менее. Пусть произойдет остаточная абсорбция. Точно так. Ну ничего не дает полировать надо сразу. Потому что произойдет через сутки не остаточная абсорбция воды, а создание нукополисахаридной основы для бактерий в этих водах. Поэтому их надо заполировать сразу, пока есть еще свой инвестиционный астролог. Сразу было снимать. Пусть зуб. Но вот эти вот четыре пункта – это то, что у композита на сегодняшний день нам важнее всего. И то, чем очень многие композиты грешат. Кроме того, что если я, наверное, упустил, это поиск из композита. Последний слой, когда мы начинаем полировать, очень часто начинаем полировать, а у нас пузырьки ворота скрываются. Я покажу, у нас дальше есть исследования, я покажу, чем они. Ну и оценка композита я уже несколько раз об этом говорил, я буду на ней останавливаться. Это оценка композита и это оценка самой реставрации. Теперь давайте перейдем уже к последствиям реставрации зоны. 200 на сегодняшний день – самые массовые. Это лейлинг-техника и это анатомическая реставрация. Чем отличаются лейлинг-техника и анатомическая? Потому что они все по слоям. Кардинальное различие, когда вы в анатомической реставрации выделяете анатомические зоны. Как правило, это зона дентин, собственно, и дентин выпиляется ополопульбарный и плащевой. Это зона эмаль. Эмаль может быть лежащая на дентине и эмаль сплошной зоны. Кроме того, ну, как отдельное направление, как один из вариантов, может быть биомиметика. Внутреннее расположение – это когда вы выставляете мангелоны, все особенности зуба. Ну, ее все-таки Сергей Рудлинский предлагает выделять в отдельную, но пусть будет в отдельную. Тем не менее, это все варианты анатомической реставрации, потому что есть классическая анатомическая реставрация, есть ее модификация в плане морфологии. Очень много. Иде Ичи, например, модифицировал ее с физиологическими изменениями. Опять же, Иде Ичи ввел… Они постоянно совершаются. Иде Ичи, главное его заслуга, и главный его шаг – он ввел лаб-систему в композитную реставрацию. То есть, это не то что-то новое было. Лаб-систему всегда очень хорошо знаменитые эффекты, которые работали с безметаловой керамикой. Они всегда… И она по сейчас, к сожалению, на всех учениях, на всех учебах, когда вы читаете лаб-систему, будет лаб-система… 90% учебного материала вам выйдут по керамике, а не по композиции. Любой. Ну, нет еще наработанного такого вот или опыта, или это именно по лаб-систему. Трех верностей. В чем заключается лаб-система? У нас была вита, да? Есть вита лаб. Вита – это тон интенсивности. Ну, собственно, на самом деле, вита вообще не имеет отношения к композитам, потому что в 92-м году этот первый актар сделал для своей характеристи, универсальная расцветка. Ведостатки ее, вот мы возьмем А2. Вы видите, вот вы видите, А2. Что это А2? Дентиль, например, А2. Эмаль – это А2. Как это выводить? Тоже, ну, непонятно. Система лаб, она дает три понятия. Это, собственно, цвет, все построено с том, это на скопности, и это ваня. Баланс белого серого. И она делает разделение. Цвет и интенсивность – это ответственность, зона ответственности дентиль. Баланс белого серого – это зона ответственности эмаль. Вы, наверное, открывали в моей композиции и видели там автоматически непонятно. Или есть система, которая работает в двух направлениях. Вот есть эмаль – привычного, а есть эмаль – там. Грек серый, транс, стэп, буквы и белого. Как с этим? Эмаль – это будет для работы в системе лаб. Опять же, система лаб, она дойдет возможность стратифицироваться. Что такое стратификация целенка? Ну, для примера, самая большая жалоба всех ресторантов. Вы определили, у вас А3. Вот так. Вы наносите дентин А3. И вы видите, что в верхней части у вас дентин начинается от каких-то серо-зеленых свечей. Есть такое, да? Почему это бывает? Потому что вам не хватает мокроскопности. То, что вы видите на цветовом шаблоне А3 – это толщина 1,5 – максимум 2 мм. Максимум. А у вас в кушаечной области, как правило, 4,5 – 5 мм. Поэтому, когда вы наносите толщину 5 мм, то, естественно, на мокроскопности не хватает. Когда вы на выходе получаете уже не А3, а непонятно что. Я дальше покажу схематично, чтобы его понятно. Но сложение цветов для того, чтобы в итоге получили нужный вам цвет, собственно, и есть сама мокроскопность. Ну, и я уже говорил, что то, что мы оцениваем – это основной цвет аргентина, это основной цвет эмалии и возрастные показания эмалии. Те зоны, которые… и нелегатные зоны эмалии. Это максимальная мизиальная и латеральная мизиальная. Кроме того, всегда оценивается режущий край. При работе с анатомической реставрацией вам всегда необходимо оценивать сами гумилоны. Это может быть всегда… Ну, есть такие пазлы и правы. Я понимаю, что можно с одним зубом возиться полдня, выводить его абсолютно точно. Но пазлы, что вы должны сделать непременно, когда вы занимаетесь реставрацией, это сделает расположение мумилона. Центральный мумилон всегда, по отношению к двум бухловым, находится в более вестибулярном. Возможны два варианта – мизиальный и центральный, либо только центральный. Но латеральный мумилон, вот этот, он никогда не выходит в вестибулярную сторону. Кроме того, тут еще есть достаточная зависимость от возраста. Потому что, если вы пролетете, конечно, микроблег есть. Но если вы пролетете зону на поверхность зуба, то зуб гладкий, а не такой, как кажется этой визуалью. Чем моложе зуб, вот порежущий или порежущий край, тем более выраженный. Потому что должно быть передвижение мумилона. Тут уже глядя по живому, более старше, если нет. Скажем, до 40 или 40. Он более гладкий. Кроме того, когда есть подсказки в композиции, у нас главная ошибка есть такая, мы путаем паспортный возраст с физиологическим. Потому что, когда мы спрашиваем, например, набор цветов статана – 25-30. Там вот так не пишут, пишут молодой возраст, взрослый и зря. Я спрашиваю медициана – сколько вам лет? Он говорит – 30 лет. 30 лет автоматом. Этого, как мы видим, мы смиряем, весь запад абсолютно пишут, что это молодой год. Но у нас, к сожалению, очень много народу, 30 лет без шестерок, жует фронтальной группой дубов. Отсюда изменение биологических свойствами, минерального состава. У нас излишняя минерализация начинается. Излишняя минерализация – это пусть дополнительная нагрузка, это стиральность. У нас становится ремаль прозрачным сером. К сожалению, физиологический возраст этого звука никак не будет в соответствии с пастуками молодой. Поэтому, все-таки, эту вещь надо смотреть индивидуально, глазами. Ну, просто это уже на опыте, не прийти у врача. Кроме того, должна очень четко оцениваться толщина малевого слоя. Потому что в пришеечной части очень многие пишут нишко, что, ну, вы можете предиклить марию, там, или толщина малевого слоя должна быть длина, она должна быть анатомической, исходящей к пришеечной области до толщины, ну, от одного миллиметра и больше, урежущего края. Ну, это классика была. Самыми-самыми массовыми на сегодняшний день, не массовыми, наверное, самыми модными вариациями на тему анатомической реставрации на сегодняшний день, несомненно, являются, так называемые, стаиоториан. Да? Правда вы слышали? Вот такая примерно схема. Она здесь у меня разрисована под милис, но на самом деле эта схема реставрации, она может работать под любой композит. Вот такой композит. У нее есть несколько, так скажем, фишек или секретов. Это обязательно двойная, двойной эффект. Хотя я, честно говоря, я почитаю три цвета. То есть это первый слой. Вы определяете основной цвет тена, ну, допустим, А3. Самый массовый, да? Тогда первый слой у вас идет. Либо А4, есть другой А4. Это на ваш взгляд. Никогда он не выходит на рестибулярную поверхность. Это стандартная схема. Ее предложил еще в Анине. Она называется создание хромотоскопности. Искусственная хромотоскопность есть внутри. Здесь нет ничего нет. Она не выходит на рестибулярную поверхность. Следующий слой – это дентин на 1 тонн выше. То есть в нашем случае это будет А3.5. И только последний слой, толщина которого нигде не должна превышать, получается всего 1,5 мм, вы создаете из основного дентина и из него же вы уже моделируете мумилоны. То есть таким образом вы получаете, вы когда оцениваете уровень цвета основной, вот здесь, да, по линии разделяющей средней и верхней трети, вы, если взгляд приведете выше, вам кажется, что там звук потемнее. Вы его и получите сильнее, потому что вы тут получаете предусловленный пирог из третки и тима. И несколько еще фишек вставили в Татьяна, здесь есть, но это микс. Здесь сложно с красками, то есть это абсолютно полная реставрация. И, кстати, сразу хочу сказать, нет лучше материала или хуже материала. Нельзя сказать, что милис круче бреванского дно, у него возможностей больше. Понимаете, если это брать, то да, это лучше. А реставрацию одинакового качества вы можете получить и из того, и из того материала. Просто, ну, примерно 65-70% случаев оптика зуба намного проще, чем это может быть. Материал очень сложный. Поэтому просто у каждого есть свои показатели. Я хотел сказать фишка. У нас очень много требований сейчас, особенно со стороны женщин. Пожалуйста, сделайте мне линию головы. Что такое линия головы? Знаете, да? Это блестящий, прозрачный, режущий край. Очень, так скажем, активный и униссывающий. И мы всегда охвастались, что это всегда хорошо делали керамисты. Особенно на безбиталке и керамисты. Теперь линии головы. Это белая рамка. Задняя часть режущего края. Трансминия следующая. Буква. Это абсолютно прозрачная. Потом белая рамка. Вот. Поверх мамелону. Сразу хочу сказать, она делается только из белого дентина. Или белого универсального цвета. Если у вас просто эмаль белая, то она у вас не сработает. Она должна быть из белого. Личный дентин в море есть. Есть лайт бентин. И они выпускаются как для создания вот этого эффекта, так и для лечения от грибаного дуба, которые ранее не подбирались от грибы. И потом сверху уже своей эмалью покрывается. Ну, там. Вот. Обычно эмаль молодого у нас поставили по среднему возраста. Тогда у вас очень хорошо работает и очень хорошо будет проявляться эффект головы. Я покажу на снимках. Значит, когда я буду клинические случаи показывать, я покажу дальше, как это видно. Это, собственно говоря, ставили тальяна для молодого возраста и это ставили тальяна для пожилого возраста. Пожилой возраст, да, это серые боковые пятна, которые подчеркивают гиперминерализацию эмалью. Опять же, здесь тоже прорисовано под мирис. Если вы будете работать с красками, то, пожалуйста, очень много, часто красок не хватает. Например, я больше всего на свете люблю мирисовские краски, потому что это краски композитные. Они можно наложить даже поверх последним слоем. Это жидкий композит. Вы засветили все, вы получили жидкий композит. Но, например, если вам нужно красить трещины, то вам в милисе есть краски. Это надо поэтапкала. Неплохие краски артист. Еще одно, они не очень широко у нас есть. Но тем не менее. Дальше, помимо вот так называемого стала итальяна, есть, например, система предложенная Питером Пахом. Опять же, эта система, это как реставратор, который очень много работает с пульсовскими материалами. И у него эта система вот была предложена под РЭМС, которого, к сожалению, на сегодняшний день на нашем районе нет. Но, опять же, он с халюрной, наверное, не может работать. И схемы, схемы, они в любом случае, получили жидкие работы с любыми композитами. Просто тот человек, который придумал эту схему, он подобрал уже цвета. Тут вам готовое решение, конечно. А так вам надо под эту схему подбирать что-то свое. Но, тем не менее, как бы вы хорошо не ставили, все равно проблема композита есть. И пациент к вам очень часто вот с таким приходит. У кого-то через год, у кого-то через два, у кого-то через три, как правило. Почему? Потому что, когда вы вручную моделируете композит, вот, у вас вот, вы не видите, у вас вот такой вот получается, пузырьки в воздух. Когда вы начинаете эту пулировать, вы их вскрываете. Получаете вот такие кадры. А краску у нас кто больше всего дает, чаще всего? Анарогу. Да, для того, чтобы анарога там сформировалась ассоциация с анарогами, ну, надо какое-то время, чтобы пляшка выросла, чтобы в ней создались микро-нароги и анарогные условия. Это в зависимости от состояния гиены полностью рта. У кого-то через год, у кого-то через два. А у кого-то и не бывает даже спорами, но в том же гигиен арта и ощущение достаточно хорошее. Поэтому можно сказать. Ну, и, собственно, это было всегда проблемой. Кроме того, когда вы делаете несколько зубов, у вас бывают другие проблемы, но дальше более подробно об этих проблемах скажут в другой рейтинг. Я просто что хотел сказать. Это те вопросы впервые получили реальное, практическое решение только с появлением предполимеризованных композитов. И одним из первых представителей предполимеризованных композитов это был компонент, который впервые появился в 2011 году и был представлен в Кёльне. Его основным отличием от обычной стандартной формы компонента было то, что он прессовывает. Видите? То же увеличение, тот же снимок. Ни единый пор. Вот то же самое увеличение на электронной фотографии 50 тысяч раз. Пор нет. Никаких пор. Отсюда разный пор, он может полироваться. Он держит очень хорошую эстетику, но вот буквально две работы. Я говорю уже, что у нас все векторы с любыми из материалов заявленных сегодня работают, не могут работать, у них никакой проблемы не составляет. Вот через один раз девочка. Опять же травма. Потом нижняя челюсть. Ну вот, собственно, наша работа. 2012 год. Стартовая ситуация. Правда такая. Ну, я все промежуточные убрал, просто чтобы показать, как это. Вот результат лечения с компанией. 2012 год. Только компанией появился. Вот состояние пациента на 2014 год. И также пациенту по состоянию на 2016 год. К сожалению, у нас очень многие, мы тут говорили, первые 23 года всего. И очень жаль, что у нас очень многие пациенты, они, знаете как, дали возможность удовольствоваться? Все. В то время. В то время. Главное. Ведь дие на полосе, она же во-вторых дие будет вспоминать, только когда уже улыбаться, немножко собирать. А жевать, ну что там, жевать будет, кашьи пока поедем. Ну, ребята неправильно абсолютно. Ну и, собственно, компонеры хорошо строят, когда их много. Но у нас, к сожалению, жду мало. И мы поэтому одиночная реставрация. В 2013 году колтен собирал европейские нити в Сент-Алине. И создатель компонеров, Марио Бесек, там выступал с докладом о том, каким он видит композитующим. Ну, и там он озвучил вот эти четыре, даже пять основных проблем, о которых я говорил. И там же он сказал, что когда вы делаете один-два зуба, как реставрировать индивидуально и проще должно быть. Ну и прошло всего полтора года, по календарю два, в 15-е годы. А так прошло полтора года, когда появился новый бриллиант. Сразу хочу несколько слов сказать. Первый раз колтеновский материал-композит бриллиант, первый палубок в 1993 году. Это был бриллиант. Бриллиант Югского. Он был химическим подтверждением. Потом в 95-м, по-моему, я точно не помню, попал уже в год. Потом он где-то пропал. Потом в 2006 году я в Москве на выставке, у них уже большой стенки. И было написано как-то. Подшивем в этом году еще буквально 10 лет из своего сотрудничества с КТ. Да. В 2006 году. И сразу хочу сказать, что врачи, которые работали, у них у всех был один посложенный отзыв. Блеск. Блеск, блеск, блеск. Это был первый материал, который был в биометрию частицы. У него в частицы были оптальны. Когда пошел какой-то полимер, это был первый гибрид. У него тоже с биометрией частицы. То есть это такая компания, так скажем, консервативно передавая. Почему консервативная? Ну, потому что в Европе и в Швейцарии они всегда консервативные. Два завода есть, ну три. Это Швейцария, Германия и Анатон и Американская. Все, ни в Камкорде, ни в Китае, ни в Нире, ничего. Все, что вы получаете в Европе, это сделано на одном из этих трех заводов. Я люблю тихую, дальнюю Европу. Хотя много, конечно. Но я к чему это все веду? Потому что потом люди спрашивают, «Приллиант, бриллиант, 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 бриллиант». А он пропал. В тот раз появился опять бриллиант. Некоторые, которые взяли, новые бриллианты, которые были, были несколько разочарованы. Потому что, на самом деле, там немножко, видимо, поменялась политика или на что. Потому что наследником того бриллианта, который знали в 90-е годы, создал «Синерджи» материал. А «Приллиант», он почему-то ушел на более низком классе. И он был, так скажем, для развивающихся штурмских стран. Поэтому, когда нам привезли «Приллиант», бриллиант, бриллиант и «Синерджи» на одном рынке не продаются. Только у нас. То есть, ни европейцы, ни американцы понятие бриллиант не знают. Они знают только «Синерджи». Например, в Латинской Америке ни слова «Синерджи» не слышат. Они знают только бриллианты. Поэтому, когда выпустили кардинально новый материал, его назвали по памяти тех 90-х годов, то есть он должен отличаться «Приллиант» и «Веркло». Поэтому я уже просто несколько раз наливался на людей, которые покупали. Они упали. Они там слышали мои лекции, они шли и упали. Они у меня замечают, что это «Приллиант» и «Веркло». Я говорю, что это «Приллиант». Сколько стоит? Он номер 107, я принесу. Ну, две качки. Дома открываю, а не тут. Это «Черт» еще. Например, это «Желтый». Да. В общем, я, собственно, перешел на более простой «Желтый». Поэтому, пожалуйста, к этому, если кого-то заинтересует, это должен быть и «Веркло». Это можно перевести к искусству, к детству. И, вообще-то, основным переводом, если я просил того человека, который долго умеет, про желание «Гестящие штучки». Чуть-чуть слайдного слова. Этот материал был, собственно, сделан, учитывая все пожелания, которые в Сан-Галине прозвучали в 2013 году. И основными, кардинальными его отличиями от всех материалов, существующих на сегодняшний день – это его свойства. Это, прежде всего, этот материал, он вернулся к понятию «субмикронный». Субмикронный почему? Потому что у него частицы субмикронного размера, а эта частица состоит из кластера у нас. достаточно сложно, если поподробнее рассказать. Этот кластер, он построен на нем глютоновских частицах. У нас как все? Силу глютона никто не отменял, да? У нас все частицы пытаются притянуться к друг другу, да? А не притягиваться. Но когда вы ее начинаете сжимать при полимеризации, начинаете ее давить, то… А как давится? Потому что, на самом деле, чтобы понимать себе вопрос полимеризации, у нас частицы не полимеризуются. У нас полимеризуется только смола, в которой эти частицы все взвешены. Потому что сама частица – это кусок стекла. Она очень мелкая, сверхмелкая, безопредельно мелкая. Но это кусок стекла. И когда смола полимеризуется, сама система, скорость полимеризации, порядок полимеризации, порядок частиц, они должны застыть смола так, чтобы выставить эти частицы в определенном порядке. Правда? И когда мы начинаем полимеризовать смолу, они сами себя пытаются притянуть. Но когда полимеризация идет слишком быстро, идет переход по ровному значению, срабатывает закон ньютона, они начинают отдалкиваться. И это, собственно, сам принцип полимеризационного стресса. Нанеса стресса. Когда начинают идти внутренние… На ненеутомных частицах, когда классно это построили, они, наоборот, в состоянии покоя, пытаются друг от друга оттолкнуться. Поэтому они держат тур. Когда вы моделируете его, он все равно пытается чуть-чуть распрямиться, и не образует пор. Потому что главная система пор, главный механизм пор в чем? Это движение вот так. Когда вы вот так владите в ладилку, и так владите, у вас поры не будет. А когда вы… Вот у вас полимеризованный слой, вы наносите сырой слой, наносите в ладилку и начинаете работать. Когда вы работаете в пределах слоя сырого, у вас поры не будет. Как только вы гладилкой пробили и достали до полимеризованного слоя, и вытянули, все. Вот тут риск поры прямо сразу в 10 раз вырастает. Почему? Потому что вы зашли в два раза кислород. Поэтому поры чаще всего образуются в том случае, когда вы тонкие слои гладилки, когда вы пробиваете гладилкой свой сырой композит. А если у вас хороший композит, вы даже если не пробили, вы сошли. А если у вас гладилка такая, скажем, по концу, то вы его еще и тянетесь высоко. И поры вы тогда уже организуете такую, как надо. Но опять же, я чуть-чуть отменить риск. На самом деле, главными кардинальными отличиями, особенно, нового композита, это является великолепная полируемость. Полируемость, сопоставимая с блеском керамики. Есть клинические испытания, ну, уже полуторагодовалые, потому что он только появился, которые доказывают неизменяемость цвета, качество полировки, после 60 тысяч циклов работы счетов. 60 тонн нервомеханических. То есть, прежде всего, знаете, что там хочу сказать, можно опять же понимать. Знаете, что самый великий враг композитной реставрации? Отбеливающая зубная паста. Потому что все, особенно для тех, кто делает эстетику, которые отбеливают, не побелее композитику, побелее зубы сделайте, для белого, три глаза, самый ужас. Он от него композит серей. Если вы там делаете А3 композит, А3-5, для него еще не так сложна отбеливающая паста. А вот для А1, особенно если вы бридж, делаете или вайт, то отбеливающая паста сразу находит. Нет, пациент. Нет. То, что вам к вам придет, через полтора года серый будет потом. Поэтому они не идут. Второе отличие, это удобная консистенция с легким моделированием и превосходная первичная аргезия. Ни разу вы не получите такого, что вы полностью полонназад, вы полностью полонназад. За счет негутоновских частиц, я уже говорил, здесь нет пузырьков. То есть никогда. Это абсолютно проверено. Я уже работаю два года. Я покажу сейчас свои работы, что мы делали, и свои, и нет. Ребята помогали статус здесь с реставрацией. Нет абсолютно пузырьков. Совершенно. Ну и цветовое решение. Цветовое решение здесь абсолютно оставлено такое, как усиление. Это прежде всего система глушей. Да? Когда... Что в системе глушей? Ну, например, вот вы видите, встаете зуб и шаблон. Смотрите, А2. Пока вы тянете за материалом А2, оттуда, где нет. Стали полонназад, и все-таки А2. Правда? На самом деле, это практически один и тот же цвет, разных оборотов туринерной цепи. И вот эту вот имитацию они сумели создать, он создал еще, по-моему, в 2006 году, но, ребята, не забыл. Вот эта система глушей. Это и есть эффект комминьона. Потому что очень многие считают, что эффект комминьона, когда у вас зуб А3, в этот афонский композит А1, и он набирает А3 зуб. Это сказка. Это чудо. Чудесный бывает. Эффект комминьона, когда есть определенные оптические пары. А1, В1, А2, В2, А3, В3, В3, и А3, В3, В3. Вот эти пары, это вот эффект комминьона, не сменяют друг другу. А3, В3, задание заменит А2, или А1. Но вы можете глазом это не поймать, но вот эти оптические пары, они выделены, они определенные, и вот этот эффект комминьона, когда вы и не поймаете, какая разница. Кроме того, было достаточно посчитано, что, ну и по отзывам врачей, которые собрали, очень удачное цветовое сочетание предыдущего материала с сынами. Поэтому цветовые решения все оставили такие же, как символичные. Это шесть лентинов, это две эмали, и кроме этого, учитывая, ну, больше наши, уже российские стоматологи, сделали три опаковых. Потому что опаковые цвета появились чуть позже, раньше появился основной цвет. если взять, ну, то, что было дентильным, называясь универсальными дентильными массами, или универсальные цвета, это АВИЧ А1В1 А2В2 А3В3 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 И С1 С2, то есть шестых. Седьмой А4 Семь у нас универсальные. Два прозрачных или две эмали. Синерджи у нас был универсал и ВАИК А3В3 Здесь Транслюзер. Кладо-наслюзер по аналогии с Синерджи это ВИЧ-транслюзер и трансллюзер. Это пожилая и молодая мать. АПАКИ они не могут, это глухие материалы, они не могут быть никакими дуошей. Он есть ВИЧ-АПАКИ, А1 А3В3 Самые ходовые. Если вам в каком-то мере вам может понадобиться АПАК А2 вы его вполне можете сделать из А3 и А1 сочетания. У АПАКИ есть такая хитрость или фишка главная ошибка в стоматологу кто работает с АПАКами. Они с АПАКО делают как холст и пытаются на этом холсте рисовать свою картину. Это ошибка. АПАК не может быть холстом. Никак. АПАК должен быть ядром. Вот то свечение изнутри, которое дает АПАК, тогда у вас будет успех. То есть вы имитируете из АПАКО около 2 но не делаете стенку всю и тогда на нем АПАКО. Иначе у вас пластмасса получается не жизнеспособность. АПАК он всегда как хитрость. Вот собственно все сочетание по бриллианте рукам 7,9 2 маленькие АПАКО. Ну и собственно мы мы исследовали компания и Synergy мануальным моделированием. Мы сделали такую же схему мануальное моделирование бриллиантов рукам. Вот электронные фотографии. Вот выстроены частицы и уже посыл микрону. А потом уже нашли что компания в целых университиях. Правда очень схожи. Похоже практически мы не могли убежаться чтобы не сравнить это все. Ну и теперь немножко клиники. Сразу хочу представить именно Саша Потапов где еще человек который оказал огромное количество в клиник и реставрациях. Но она сейчас отсутствует очень 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 ясно. Старная ситуация небольшая травма ну вот что мы попытались сделать с самых простых ситуаций. там есть некоторые снимки которые будут более подробно объяснять потому что для чего важно для того чтобы вы вымахли что-то объяснить стоматологу пациенту своему что он получит потому что на самом деле качество фотографии очень важно очень но фотографии очень много дает которые сделаны с интервалом 20 секунд один и тот же пациент и тут прям линия колокая светящая если я хочу тебе аж ты видела это освещение понимаете чуть-чуть цвет поменялся и потом либо делать все фотографии либо объяснить то есть вот эту вещь пациенту тоже надо объяснить то что пациент приходит я хочу вот это и если вы ему вот это не выведите вот если когда он оценил вашу работу то что бы там другое не было он будет недоволен в любом случае будет недоволен поэтому первый ракурс который он должен увидеть это то что он хотел все остальное можно объяснять позже я не говорю что опять же зависит от пациента когда пациент приходит с сломленным зубом некоторые хотят там увидеть хоть какой хоть 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 какой а некоторые хотят искус которые хотят если история была у нас наша знакомая была она возилась все все индивидуально даже шикар сделала девочка замуж вывезли все мама посмотрела почему ей на зубы не так положено даже у нее все ровнее она отдыхается все ровнее все все в один цвет прозрач ну вот поэтому сразу определить надо чего хочет пациент чтобы лечить ну опять да вот такие промежуточные лечения ну естественно что-то о реставрации формы речи быть не может просто лечение не кажется как знаете я говорю главное главное различие потому что вопрос у стоматологов один стандартный кардинальный такой вот самый частный и задающий что лучше скажите вот вы вы хвалите MIPS вы хвалите бриллиант Иверглобу вы хвалите опять же что лучше правда вот самый такой вопрос я всегда говорю что разницы есть несколько бриллиант и синерджи это материалы для лечения да и можно мечеть калийс но это материал для художников какая разница между художником с набережной и восемь и и даже не в таланте талант даже в самих красках не милис это материал для творчества из него надо создавать создавать фрукты создавать формы создавать эстетику а эти материалы это материалы для лечения калийс просто очень часто очень часто говорилось оптика зуба гораздо проще чем это может сделать то есть он может повторить по сути ну в рамках на сегодняшний день материалы по возможностям эстетически ему нет но соответственно эстетические возможности подразумевают ее вложение знаний и трудоемкости если вы хотите делать побыстрее и проще по примеру не сделайте просто быстро там и качество конечное качество вы можете получить тогда скажите я говорю а бриллианты или синерджи сравните вы можете получить замечательную реставрацию как бриллианта так синерджи так из обычного бриллианта не евро только на бриллианте евро у вас уйдет в два раза меньше потому что он очень у вас не будет пор у вас не надо корректировать эти поры у вас он легко моделируется он у вас легко полируется вот на этом всем вы экономите время по цветовым решениям он такой же как как все но по работе материала по работе по пластику вы сделаете хвалом потому что это насущные вопросы которые бьют сразу скажите что почему а как я намеренно не сравнил никаких других еще мы работаем внутри я рассказываю о том что внутри на самом деле аналогов бриллианта евро было пока нет до сегодняшнего лета с такими сложностями с такими сложностями ну и не говорю что мы брали лечение кализа просто но и следующая ситуация это уже с таким сильным изменением твердой ткани здесь было с преклонительным акклированием сразу по вопросу акклирования мы используем бион систему потому что ну зум сильнее хотя сейчас уже четвертый я еще хотел уже читать что но зум сильнее но первых полгода после перед сеансом взяли лучшие звонки то что можно сказать много всяких журнаний свой адрес адрес куда бы не хотелось сходить куда просыл поэтому то что пьем чуть слабее но не умеет пьем если вам надо ну по себе словно аппарат дороже в два раза почти но зато расходный материал в пять раз тяжело две тысячи немного цены вот вот собственно что мы сделали да вот следующая вторая ситуация да старый вот реставрации вот он уже отрывается ну и теперь если взять такие эти ситуации через месяц если взять такие уже более подробные снижки ну мы делали когда они уже сильно выражены изменили вот ситуация после отверстия стартовая ситуация после того как отделили ситуацию после того как предварительно но я согласен что многие могут сказать что ребята ну а это ваше право на самом деле принцип Копейкина в настоящее время не работает потому что за каждую реставрацию за каждую эстетику вы отвечаете своим руку если вы готовы вести ответственность за то что вы делаете ну если дойдет до суда ну там уже можно только дойти и сказать а что вы протезируете поэтому ну здесь я в эти дергии ученые схоластические споры не верю я считаю правильным что пациент если идет к вам если он берет у вас лечение значит он доверяет вам вашему диагнозу он доверяет вашей методике лечения он доверяет вашему методу лечения это полностью доверить поэтому правильнее или неправильнее он верит что это правильно и вы разберетесь за это и сейчас тоже верите правильно я не считаю что кто-то кто-то берется то что не будет делать вот собственно вот такой результат после этого получился вот этот же пациент через неделю мы практически всех пациентов просим на коррекцию через неделю две после композитной реставрации через неделю тогда все успокаивается все снова садится очень хорошо видно где какую коррекцию надо вывести а еще лучше знаете когда вы делаете фотографию большую выводите ее на весь экран даже распечатать и вы смотрите в зубе на большой а4 вот прям в карандашом отличается очень удобно чтобы не потому что очень многие я ну как раз замыли часто бывает я пишу белолок смотри какой-то белолок там белолок подправим и просто карандашом замечательно пишет очень очень освежает ну не надо сказать что как преподаватель мне это не дает расслабиться вот такая ситуация вот здесь я расскажу более подробно потому что мы тут взяли на себя функции еще и ортодом видите состояние плюса такое вот начали работу вот так у нас получился результат деставрации посмотрите видите когда мы выводили все по центру вот такое поэтому мы тут через неделю нам очень мало что дало потому что через неделю десна просто еще не успела регенерировать полностью а вот ситуация через месяц теперь пожалуйста через месяц когда все это зажило когда все было гладко видите линию пациент она выражена очень черно правда а вот через 20 секунд есть она просто изменился цвет но она же не исчезла она же не пропала поэтому я вырвала на самом деле не удовольствие лукав если вы хотите пациента это только вопрос освещения только вопрос фосписа что такое как пациент поворачивается либо есть либо она исчезает чтобы поменялся цвет ну вот такая ситуация тут уже готовы реставрат под эмакс подгонять под наимплантик так вот вот сочетание визуально неотвечимое это просто очень многие и у нас это очень распространено когда терапевт не работает я говорю это делать вставать так потому что меня надо протезировать ну вот она вот так видите под разными у нас то есть керамика ну не совсем керамика степень керамика вот мы поймем он практически не получил такая ситуация когда надо быстро у меня всю жизнь была загадка но опять же нам было быстро поэтому делали напрямую опять же разное освещение еще одна ситуация когда коробка съели она тоже выяснить правда поэтому вот следующая клиническая ситуация достаточно тяжелая с так вроде кажется ничего а когда начали она сыплется двойка такая же поэтому здесь все делалось с собаками то тоже когда очень часто при таких тяжелых работах когда вы заканчиваете реставрацию состояние весны вам не дает ощущение эстетики и пациент не очень поэтому наверное все таки здесь эстетику оценивать надо через какое давление потому что даже на следующий день состояние весны еще не очень а вот когда зеркало просто чтобы показать ее поверхность тот же пациент 20-30 секунд это уже состояние через неделю просто когда весна регенерирует полностью когда вы можете оценивать эстетику потому что не бывает нам надо оценивать ну и опять вот такая ситуация достаточно тяжелая быстро что-то надо сделать и наверное не очень что-то нельзя сделать не чтобы поблагодарить своих помощников пожелать вам всем не такими стоматомами не попадать еще раз спасибо Саши и еще раз хочу поблагодарить свою семью за мою поддержку за то что я могу наступать за то что я счастлив спасибо 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 дорогие ребята у нас сейчас приедут до часа я не знаю большинство это выпускники нашего уровня все знают столовую и данную если надо повезти пожалуйста там у нас приятные столы чай и кофе пирожные на ферме мы все рады сейчас мы продолжаем сейчас мы продолжаем так как все и так еще и 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 угод на ну уважаемые коллеги там много народу еще входит на коридоре то мы если бы начнем мы быстрее займут я хотел бы представить следующего ветера профессора Юлина, Наталья Александровна, заведующая картерой общественной дороги в Белорусской национальной потребности и формовой образовательной образовательной темы реакции «Компонеры». Я уже говорил, что мы чуть-чуть хронологически не так построили, потому что первым из предполимаризованных композиторов «Компонеры» появился. То, что читал я, появился следующим, только в прошлом году. Но так получилось, прошу, не обрисуй. Я передаю слово ей, предварительно хотел бы сказать, что всех кого что-то заинтересует, у нас мы не довольны, мы так показываем, как мы это делаем. Все медико-сервис. Передаю слово, прошу, вы придержали, Наталья Александровна. Всем привет, уважаемые коллеги, мне очень рада быть в Воронеже в первый раз. Мне очень понравился город, надеюсь, посмотрите его подробнее за эти дни. Я работаю в Академии после дипломного образования в Белоруссии. Наша столица, город Минск. Несколько слайдов, кто не был или кто был. Сейчас, в общем-то, у нас скоро приняется каждый день. Все, что вы в гости. У нас проходится каждый год международный конгресс после «Компонеры» в октябре. И в этом году будет 20-21 октября, если кто-то закончен. Поприсутствовать всегда очень интересная тоже программа. Приезжайте, пожалуйста, будем очень рады. Кафедра, которую я провожу, достаточно молодая. Мы отметили в прошлом году 10 лет в нашей кафедре. Если вы сегодня отмечаете 100-летний юбилей, то можно порядок меньше. Но мы занимаемся многими направлениями в стоматологии. И, конечно, эстетическое направление – это одно из самых любимых. Также есть у нас и курсы, и стажировки, и однодневные, и многоодневные, и двухнедельные по парадонтологии. Мы готовим по другим направлениям. Если будет интересно, то уже это все есть на сайте. Я оставлю информацию, контактную. Но сегодня моя задача – поговорить о новой технологии относительно работы. Как сказал профессор Шумилович, действительно, она уже существует много лет. И про пистолетов в Рыбке у нас в стране, мы ей работаем около пяти лет. То есть мне так посчастливилось, что я четыре с половиной года, имею опыт клинический использования этой технологии. И сегодня моя презентация будет посвящена, конечно, именно клиническим примерам, клинической демонстрации, минимум научных каких-то подтверждений, доказательств, графиков и схем. А основные – это клинические показания, которые сегодня очень четко уже определены. И для этой технологии интересная ниша на нашем рынке. У нас с вами очень похожие, я думаю, ситуации с пациентами, очень похожие клинические случаи, судя по тем фотографиям, которые вы представляли коллеги из массовой из Воронежи, то те же процессы с таким же количеством реставраций приходят и требуют оказания эстетической помощи, эстетической коррекции. И предложить им нужно какие-то варианты восстановления, исправления, улучшения эстетических паралек. Загадочная улыбка 18-го века сегодня уже остается только на репродукции. И эстетика и красота современных молодого человека или молодого человека – это уже возможность улыбнуться как можно шире, с тем, чтобы показать эстетические, ну, лучше не ресторан, а собственные красивые, конечно, ткани зубов. Какие пациенты к нам приходят? Насколько сложно сегодня работать? Ну, вот такие не очень красивые фотографии, что мы сегодня видим. Огромное количество реставраций и институтопозитных материалов разных поколений, разного уровня, изготовленных в учреждениях государства частных форм собственности. Это один большой такой поток пациентов, в котором можно предложить варианты эстетической коррекции и керамические, и композитные материалы, и композитные накладки. Некреозные поражения, я думаю, что у вас также эта проблема сегодня активно растет, как и у нас в республике. Эрозия особенно, бруксизма очень много, вот только повлиение ко всем другим проблемам. Ну, и ортодонтические проблемы, об этом сегодня тоже говорила. И жанры, в общем-то, все эти пациенты, они нуждаются в предложении каких-то вариантов лечения и выборах этих вариантов лечения. Еще очень такая интересная группа, вот что это за такие страшные зубы. Мы всегда спрашиваем, потому что когда у нас есть курс по некариозным поражениям, что это такое. Первый слайд у нас активно врачи говорят, что-то, наверное, сняли коронки, это цемент под коронками. На самом деле, это, конечно, не цемент под коронками, это не совершенно амилогенез. Очень страшная такая фотография девушки до 17 лет. Она с такими зубами доходила до 18-летия. И к выпускному в школе пришла с мамой, обратилась на консультацию на кафедру, потому что просто не могла присутствовать. На выпускном вечере имела определенные проблемы с общением. Тут и цепленные зубы, я думаю, что все понятно. И другие проблемы негариозного происхождения. Ну и, наверное, даже один зуб из травмы, из каким-то сколом или после додатического лечения можно предложить пациенту целый ряд вариантов восстановления талии и, в том числе, компонентов. Сегодня у нас есть фактор врача и фактор пациента. И, конечно, пациент всегда хочет, чтобы все было произведено в плане неотложной помощи. Пациент не очень любит ходить по 4-5 месяцев. И для наших пациентов, наверное, как и ваши, любят ждать до последнего, потом прибежать и сказать, завтра мне замуж, там или жениться. У нас, например, у меня речи на тропе, что все сотрудники академии, когда их приглашают поступать по телевидению, профессора следующей кафедры, они звонят и говорят, что надо срочно что-то делать, я же не могу завтра открыть рот, можно сегодня сделать все зубы очень эстетичными и красивыми. Также желательно хотят сохранить финансовые средства, ну и прочие стремятся к тому, чтобы реставрации стояли как можно дольше, а лучше вечно. Пожалуйста, сколько вы устояли эти реставрации, вы тоже не дайте гарантию. Расскажите, сколько это будет существовать, не учитывая свои собственные возможности, свой мануальный навык и уход за полостерта. С позиции доктора, те врачи, которые занимаются новой технологией, как только новая технология появляется, конечно, хочется получить хороший результат. И чтобы этот результат был предсказуем, чтобы все вложенные средства доктора в обучение, его время затрачено, его усилия окупились прекрасным клиническим результатом и удовлетворенностью пациента. Также доктору важно, чтобы был простой алгоритм, тот, который легко реализуется на практике и работает. Клинически, то есть научно ученые подтвердили, но он еще и хорошо работает в клинической практике. Все эти моменты мы должны объединить в одном продукте, в одной технологии и попытаться научиться с ней работать. Что мы можем предложить пациентам в решении статических проблем? Собственно, сегодня названий у технологии очень много, и виниры, винирное покрытие, ламинат. У нас есть определенные терминологические обороты, и мы уже называем это специально-керамический ламинат, винирное покрытие композитом реставрация, хотя и тот, и другой терминолог, который может быть в отношении композитов и керамики. Материала, собственно, всего два. Композит и керамика. Конечно, огромное количество подтипов по строению, по свойствам, по технологиям и изготовлению. Что предлагают коммерческие структуры? Ну, здесь все зависит от маркетинга, и от того, как позиционируют свои формы услуг. Ну, вот я попыталась в Минске посмотреть рекламу по клиникам эстетической стоматологии. И вот такие варианты композитных реставраций предлагаются. Пациенту, который идет по улице и смотрит на рекламные объявления, конечно, сложно определиться, куда идти. Но если он увидит художественные реставрации, а на следующие клиники высокохудожественные, то, скорее всего, он пойдет в высокохудожественные реставрации, хотя грамотный пациент ориентируется, конечно, не на это, а на отзывы людей, получивших уже помощь и на красивую улыбку его родственников или друзей. Поэтому это будет более грамотный выбор клиники. Это все, конечно, реклама, но материалы и технологии, о которых сегодня нам нужно говорить, и пациенту предлагать выбор различных материалов и технологий. Мы не можем, если пациент пришел в клинику, и сказать, что вот вам только показаны компоненты. Может, в какой-то клинической ситуации действительно компоненты будут лучшим выбором, в другой цельно-керамический номинат, в третьем композитная реставрация. В принципе, мы должны объяснить пациенту варианты, возможные предложить выбор материалов. У нас, кстати, в Беларуси очень четко обозначено в законе о здравоохранении. Я не знаю, как в России с этим вопросом. У нас правило, что пациент участвует в выборе метода и технологии оказания в том числе стоматологической помощи. И сегодня, к сожалению, очень много студентов разбирается и дел, которые двигают пациенты, если доктор не их предложил. То есть доктор сказал, вам только, например, керамический ламинат, а не предложил другой возможный вариант лечения. Поэтому речь идет о различных технологиях, хотя, как я уже сказала, две основные группы материалов. Если брать эти группы материалов, есть четкие требования, каждое из них – достоинства и недостатки. Почему мы останавливаемся на тех или иных технологиях? Керамические ламинаты, если говорить о них, у них есть неоспоримые преимущества. Это, конечно, блеск поверхности и вот, измеренность при поверхности, то, что имеет определенное достоинство, еще ряд преимуществ. Такие основные недостатки, ну, для наших пациентов это стоимость, о чем с вами тоже уже говорилось. И у нас многие слайды, конечно, даже в строении презентации очень перекликаются, потому что одни и те же проблемы в наших странах и одни и те же пациенты. Пробода зубных техников – это плюс или нет? Ну, когда-то плюс, если техник очень хороший и очень высокого уровня, зависит. Ну, когда включается в команду больше одного специалиста, всегда есть вопросы к ответственности, распределению экономического, экономического составляющего, здесь также могут возникать проблемы в этой части. И многие ортопеды, которые начали работать с системой компании, они ее активно пользуются у нас, потому что говорят, что одна из проблем, связанная с зубными техниками, не ушла при работе с компонирами. Вот показания к керамическим ламинатам хорошо представлены в научной литературе. Я эту слайду здесь поместила не просто так, потому что мы сегодня уже определимся показаниями компонирам. Я потом немножечко переставлю составляющие именно в том их первостепенности для выбора компониров в качестве той эстетической конструкции, которую вы предлагаете пациентам. Мы видим, что широкие показания к использованию керамических ламинатам достаточно большие. И могут быть нарушения эстетики и не очень большие. Какие проблемы возникают? Мы уже сказали, это стоимость и неоднократный визит в клинику. Кроме всего, в почву мы проводили большие исследования на кафедре. И достаточно для пациента рецессии весны. И больше при этих конструкциях связано это не только с определенными характеристиками, но и с приметками, с объективной технологией фиксации, с ретракцией. То есть это вот отдельный раздел. Композитные реставрации также широко применяются, но здесь плюс для пациентов стоимость. Хотя, конечно, я думаю, что у вас также от одной клиники композитный винир может стоить как в другой клинике керамической. Это очень варьирует по представлению по своей маркетинговой системе одной клинике, которая предоставляет услуги. Какие проблемы возникают с композитными винирами, с композитными реставрациями? Опять-таки, сегодня об этом говорили все предыдущие докладчики. Это такая структура поверхности, которая подразумевает неоднократную пулировку. То, что пациент вынужден приходить через 3-6 и больше месяцев для того, чтобы убрать точечки, полосочки на поверхности. Конечно, это не устраивает ни пациента, ни доктора. В сложности иногда с выполнением этой реставрации потому, что иногда после макетингов результат получился не такой, какой хотел доктор, хотел пациент, а иногда 2 макетинга и все получилось удачно. В общем-то, этот непредсказуемый окончательный результат влияет на выбор космозитных реставраций и врача. Ну, так же, иногда возникают проблемы с гимметричностью реставрации. Если доктор работает с телефоном и ключом, этих проблем не будет, но в других ситуациях они могут присутствовать. Стоимость, это плюс, все остальное мы можем убедить в какие-то минусы. Вариант для множных выращиваний это еще один, конечно, большой плюс для композитных реставраций. Например, выполнить что-то перед вами. Вот эти технологические тараканы, их так обозвал Родлинский, это те черные точечки, которые появляются на поверхности. Как тараканы, то их нет, то они есть. Борются с ними практически бесполезны, все равно они будут возникать и появляться на поверхности композитных реставраций. Все эти достоинства и недостатки были учтены исследователями, практиками и представлены в инновационной разработке компониров. Вот что такое инновация. Все знают, но это то, что дает практику преимущество и в эффективности, и, конечно, в зарабатывании денег. Инновация была представлена сегодня фотографию Марио Бесика. Я думаю, вы наизусть уже выучили, как он выглядит. Представили все лектора. У него в клинике учились и находились на презентации несколько раз. И сама технология с 11-го года была представлена на фотографии в Кельне, но опыт работы у Марио Бесика 10-летний, у нас у всех 4-5 лет, как мы уже об этом говорили. В клинике Марио Бесика последняя уже презентация и представлена его технология на другом уровне по работе даже с керамическими реставрациями и с починкой керамической реставрацией. Но мы сегодня на этом восстанавливаемся по правилам. Этот слайд говорит о том, что такой пропагнит, его вид в порядке и основные преимущества. Тут все морфологические элементы, которые так важны, так нужны, на которых не очень хочется иногда останавливаться и тратить время и не всегда возможно воспроизвести доктору, а это такого пластинка, которая все эти эффекты представляет. Основная идея вообще этой технологии была выдвинута и представлена Марио Бесиком и связана с его работой в качестве не только профессора туристского университета, но главное практикующего стоматолога, который делает и артопедические конструкции, и керамические ламинаты, и композитные реставрации. Потому что врачи у нас спрашивают, особенно ортопеды, наверное, он терапевт, придумал композит, клеить, что это клеить композитную накладку на зубы. На самом деле это неправда, и именно идея пришла, потому что его не устраивали эти точечки старо-бодрых композитных материалов, и он подумал, что если прессуется к керамика, почему мы не можем каким-то образом придумать какую-то аппаратуру, чтобы воздействовать на композит, убрать из него кислород, спрессовать эту пластинку, и вначале было облигнено в двух цветах системах, эмалевых цветах, то есть это две эмали, универсальная и отбеленная эмаль, которую доктор просто приклеивает без зуба. Облегчаются все этапы работы, наносят на зубы оттенки деттины, ну, в зависимости от той клинической ситуации, иногда краски, а заканчивается приклеиванием готовой эмали. Конечно, это очень удобно, к тому же на поверхности есть два эмалиных валика, здесь не очень видно на этом слайде, но они присутствуют в накладке, эффект тало, эффект ополистенции, и если делается сразу несколько накладок, 4, 6, 8, 10, они все будут выглядеть с одинаковыми морфологией, с одинаковыми оптическими свойствами, что немаловажно, потому что, когда мы делаем реставраль с одного композитного материала, потом китайцы из этого же третий реставрации, вроде бы, те же слои, но иногда эффекты получаются недокимыми. Это, конечно, очень большое преимущество технологии. Были предложены три инструмента в комплексе работы или три аксессуара для работы с накладками. Первый инструмент держатель для накладки, тот, кто завтра будет на мастер-классе, сможет все это вощупать, попробовать и ознакомиться, но на самом деле мало кто работает с этим пинцетом есть другие варианты держания накладки, руках, пинцеты или еще другие способы, о которых уже подробнее будем говорить на мастер-классе. Сама очень хорошая инструмент для установки с телефоновой колонкой. Он позволяет не только устанавливать, но и композит, распределять поверхность накладки и на абсолютно неликный материал. И моделирующий инструмент хитро называет МВ5, но это долгая младенка удобной формы для устранения материала из притесневой области по конкурному накладу. Также были предложены различные варианты продажи коммерческие по количеству накладок они отличаются. Но алгоритм пенсации это все нужно подробно рассматривать. Он очень простой и невозможный. Есть определенные нюансы как в любой технологии, но в основном это нужно уже предметы рассматривать на мастер-классе. Что дает новая технология? Она дает некоторые преимущества и некоторые плюсы, как для пациента, которому можно представить результат как до начала лечения, так и для доктора. Он уже видит форму и всегда получается достаточно хороший эстетический результат и длительные клинические возбудения. Сегодня мы говорим 4-5 лет это уже достаточно для эстетической реставрации наблюдений, а в маленьком языке это больше десятилетних наблюдений. И неплохие результаты по экономической эффективности и подачи технологии представляющей структуру об этом уже говорили предыдущие названия. Если теперь вспомнить те показания по мастероге по установлению эстетических ресторанов по реставре в порядке приоритетов для турбониров, то основная самая большая группа показаний это те нарушения периозного и неприозного характера и особенно восстановленные некачественными или недостаточно качественными эстетическими реставрациями из композиционных материалов это как вариант минимально инвазивного лечения потому что в случае устранения тех реставраций полностью выпиливания больших реставраций иногда с паразульпарными шрифтами неизвестно какими-то скобами и прочими вариантами постсоветского лечения у нас таких тоже пациентов много мы просто остаемся с корнем от зуба и вопрос уже идет не о какой-то накладке или ламинате окормки или вообще имплантат дальше некриозные поражения по побыванию дуду могут быть небольшие показания вторжения в ортодону конечно несерьезные изменения связаны с нарушением положения и состояния зубов ну и как вариант альтернатива более дорогостоящий методом лечения на какой-то период времени но вообще наши все конструкции все реставрации герамиды композит они все равно все являются если так сказать в общем прибыль потому что через какой-то промежуток пациент меняет их на следующие реставрации и как элементы восстановления одиночных зубов травмой или элементов антезионного протеза то есть показания и для этой технологии группа показаний достаточно широкая в то же время я бы не расширяла ее на бесконечность потому что если стоять в позиции чисто коверчистой мы можем каждому пациенту предложить компонент но я никогда бы не стала предлагать девушке 20 лет которая приходит и говорит что ее нужно просто увеличить немножко там зубы имея полностью интактную мальчик пациента сейчас тоже потом до этого она увеличила губы еще что-то увеличила и теперь дело за дубами снимать дорогу эмаль и клеить накладки уничтожая собственные ткани вот в этом плане я бы не стала делать конечно то есть 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 случаи когда мы пациентам не советуем но вот первая группа это старые такие большие темные разноцветные не очень качественные не очень физические ресторанцы из различных материалов композиционных и не только композиционных универсальны вот эта пациентка восстановлены были ей от пятого полтяк это была одна из первых пациентов буквально здесь не использовались оттетки там в большом количестве кандидов всего один цвет синержи D6 D1 D1 качественные подложки универсальные накладки а эта пациентка сегодня будет с ними уже пятый год с подкомпанированной с подкомпанированной с подкомпанированной встречает постоянно потому что сотрудничает в нашей академии мне сейчас не очень нравится кажется сероватый цвет но пациент полностью удовлетворен результатом но качество Дисней состояние ее ткани окружающих вполне предварительное этот год фотографии здесь уже не с фотоаппарата а с телефона и что еще интересно у пациентки бруксин есть присутствует она как уносит у нас но у нее нет никаких сколов ей были восстановлены и верхние и нижние зубы резцы нижние вообще мало кто любит восстанавливать накладками любыми керамическими композитами носят они достаточно хорошо еще интересная ситуация с этой именно пациенткой это был первый пациент когда я устанавливала компанию на зуб 1 2 я прижимала фиксирующим инструментом достаточно сильно и у меня ушла шейка просто отлетела от накладки другой накладки у меня не было я восстановила материал все же дыши и заполировала но у нее никаких изменений никаких нюансов эстетических в плане этого зуба не наблюдается и вот нижние резцы все это прекрасно носятся хотя с аблюзией есть проблемы и не все она заменила не все реставрации поменяла там где рекомендовались накладки и сабронки на верхнюю челюсть но в целом ситуация достаточно благополучная следующая пациентка очень молодая 23 года в такой ситуации что можно выбрать что можно предложить пациенту посмотрите она пришла ее не устраивает ни форма ни цвет у нее депульпирован зуб 1-2 и зуб 2-1 их пытались неоднократно отбелить в препаратовое отбеливание использовали но результат ее не устраивает ну вообще ее не устраивает форма потому что она тоже хочет все увеличить но здесь ситуация в том что эти зубы с композитными реставрациями как в рестибулярной поверхности так и с внедной стороны пожелание у пациентки было восстановить накладками от плыка до плыка мы ей в этом в общем-то отказали делали 4 накладки потому что посмотрите на какие у нее красивые хорошие собственные плыки и насколько они настоят зубной туге если взять и срезать их наполовину приклеить накладки мы дойдем во-первых к дентинову берем свою маль это будет с позиции лечебной тактики с позиции доктора не совсем правильно то есть есть ситуация поближе вы видите там еще есть террозивные поражениям и вот эти потенка зуба до начала процедуры использования компониров она проходила еще отбеливание нижних листов и потом ей были установлены 4 накладки она осталась довольна хотя мысль сделать клыки ее не покидает пока она все равно эту мысль выращивает но мы надеемся что как-то она от нее уйдет удастся результат но и после здесь изменилась внешняя форма и цвет после такой эстетической коллекции еще один пациент у него два центральных листа с огромными реставрациями и пациент с размером накладок когда ему их пример поосуществляли у нас вообще таких пациентов очень мало в основном все пациенты идут с накладками наверху через L и M у вас я не знаю может ситуация совершенно другая потому что в каждом регионе есть свои какие-то особенности когда мы приводили примерку то есть подбирали компоненты мы выбрали отбеленную мак и разное было XL когда сняли все эти реставрации оказалось что XL великоват пришлось уже в результате сделать L но чуть-чуть добавлять композит тоже все эти нюансы по этапной по шаговой каждый пациент на слайдах сегодня я ее пока не представляю было ему сказано что у него размер L но немножко больше потому что пациент очень обрадовался сказал можно я вам буду звонить на карту если он говорит можно я там приду на консультацию это я с размером L с плюсом как хотите пожалуйста кому что нравится то это сразу после снятия консультата а нижний сайт он написал с его фотоаппарат те страшные нарушения связаны с с мобилогенозом В детстве я считаю, что, наверное, в Делоруссии, хотя в Делоруссии и в Делоруссии вообще нет. В результате чего мама получила рекомендацию не чистить зубы. В то, в содержащей классе, мама рекомендацию восприняла, как не чистить зубы вообще. Когда она к нам приехала, она из Комельской области, так она приехала на один день, далеко добирались на консультацию. Мы сказали, хорошо, мы сделаем накладки вам на фронтальную группу, чтобы просто ребенок смог войти в пустой вечер. Только, пожалуйста, давайте договоримся, что вы подготовитесь через месяц, вы почистите зубы, вы восстановите жевательную группу, хотя бы ситцами, ну хотя бы чтобы приведете к представительной работе. Естественно, они ничего не сделали. Основная жалоба, причем тоже интересная жалоба у наших пациентов. У всех девушек и женщин, это история любви или каких-то там эстетических проблем, связанные с отношением с полом. Мама нашлась, у нас основная жалоба, какие у нас проблемы с мальчиком нет. Ну, в 18 лет нет мальчика, может, для кого-то нет проблемы, конечно, но тут больше проблемы со состоянием здоровья. И с девушкой, которая не общалась с классом, и никто с ней не общался, не открывал робот. Когда мы начали работу, у нас это была демонстрация, большое количество врачей, но в другой аудитории, бывает, у нас транслировалось на экран. Мы столкнулись с серьезной проблемой, с очень выраженной здравоточимостью, которую сразу мы даже не оценили, потому что все максимальные контакты были разрушены. И все мы восстанавливали еще и дефимеры, ну, то есть там была длительная работа. Когда мы восстановили нашу фотографию, вот, мы пытались сделать, ввозь фонтан, то есть невозможно было сделать качественную фотографию. Зубы получились очень длинные. Мы сказали, что надо сейчас корректировать длину не только центральных и боковых листов, на что мама сказала, ни в коем случае теперь хоть можно улыбаться девушке. Ну, и через три месяца они к нам приехали, повторно, в парад был весна. То есть состояние весны после качества, ну, конечно, но все остальное, как было, разруха, так она и продолжалась. Но пациентка и мама были довольны, что у них появился мальчик с девочкой, поэтому все другие проблемы дальше уже особо не волновали пациентку. И очень жаль, мы сегодня стараемся пациентам не делать такие работы, когда только там 2-4-6 перебук зубов. То есть сначала восстановили оклюзий, как в большинстве нормальных клиентов, Европы и Америки. Бонус – это эстетическая реставрация уже, фронтальная группа зубов. Иначе они не делают это. Они обещают, они рассказывают, что сейчас я пойду, в какой же участок, что я сделаю, что будет прекрасно. Ну, вы говорите, доктор, пожалуйста, не так сильно, но верить пациентам в этом плане, конечно, нельзя. И еще мне очень нравится, если что-то скалывается в такую ситуацию, пациент приходит и говорит, доктор, а я этими зубами не ел. А какие ли вопросы ел, если в боковых участках зубы отсутствуют? Вот, девушка, это первая слайд, мы пытались, чтобы она у нас лупнулась для фотографии лица. Лупаться она в нее совершенно не выходила. И уже после того, как были поставлены шесть обладачи. Следующая пациентка интересная тем, что это доктор, анестезиолог. С тендерциклиными зубами и девушке 40 лет, с небольшим, она проходила так всю жизнь. И, конечно, сдержки еще курить. При этом, как у нас многие анестезиологи, вся проблема восстановления и использования компонентов у нас была основная, потому что, например, от каждого зуба выходила в другую простую обладачу. И остановить ее было невозможно в этой ситуации. Вы видите, какая картина с подклодцом. Черные, то есть, реставрация, не реставрация, а сзади зубы. И то, что получилось, рядом поменялись керамицем. С керамицем достаточно хорошо это зачиталось. Пациентка довольна, но только курить она продолжает. Небольшой налет курильщика на всей поверхности. Но даже на керамицах таких пациентов можно видеть, что этот налет у нее при обследовании появляется. Главные элементы фартакунтии. Так что мы можем использовать технологию, но с большой осторожностью. Если мы меняем, незначительно корректируем нарушения. Ну вот, например, поморок двоев у данной пациентки, которых ее очень беспокоило. Если брать боковые проекции, смотреть, то действительно видно, что эстетические нарушения присутствуют. Если смотреть просто в фронтальную проекцию, кажется, ну, ничего страшного. Также еще беспокоило все, который все время образовывался между зубом 1-2 и 1-1. Из-за расположения, ну, и некачественного очищения двух участков. Вот если видите боковые проекции, то здесь уже статическая проблема больше визуализироваться, чем при фронтальном виде пациента. Можно тоже восстановить и исправить. Мы потом немножко тоньше делаем накладки, позволяя корректировать толщину и коррекцию эстетических нарушений и астональтические некоторые проблемы решать. Подвижение всерьез с угол. Открытый прикус иногда, некоторые проблемы с прикусом можно решать. Ну, такие вот шиповедные зубы. Здесь, как сам и по эстетическим ресторанам. Композитный материал мы закончили все равно отбеленной эмалью, компонировали. Ей нужны были очень белые. Сегодня у пациентов, у многих требования, очень белые зубы. И вот без всяких элементов, тех же, что тоже говорил Мартан Романович, режущего края, прозрачности. Некоторые пациенты, у меня был такой случай, который центр рисовал, зачем-то ваше знание на коже. Берите, пожалуйста, всю эту красоту. Я хочу большие белые зубы, чтобы было видно, что у меня красивые зубы. Восстановление больших, изготовление больших наркот, реставрации, когда, конечно, показания абсолютно, это керамические, ортопедическое лечение, но как вариант, какой-то, в комбинации технологий, мы можем предложить компонент. Здесь тоже две интересные пациентки. Это пациентки уже возрастные. А чем хотелось сказать, что компонент это вся та технология, которая хорошо встраивается в соседние участки. То есть нам всегда сложно сделать композитную реставрацию рядом с керамикой. С металлой керамикой, с безметаллой керамикой. То же самое ортопед никогда не хочет рядом с одиночной композитной реставрацией делать одиночную керамическую коробку. Технологии компонентов, если правильно подобрана подложка, материал правильно выбрал для зуба, и краска, и материалов на кладку, позволяет очень хорошо стоять в ябре, с металлокерамическими и другими протезами. Здесь мы учитываем именно соседние реставрации. То, что касается реставрации на противоположной стороне челюсти, то здесь уже лучше, ну, естественно, если керамикой, то керамикой, композитной композитной, одинаковая реставрация, другие характеристики. Вот эта пациентка сделала боковые участки, там керамики, потом фронтальную группу мы восстанавливали ей компонирами, отбили на эмаль. Эта пациентка, получается, тоже достаточно здесь такая ситуация, ну, вы видите, девушке 59 лет, почему тут пришел в клинику такой пациент, потому что нужно было отметить юбилей. До этого 59 лет я все устраивала, но вот сейчас нагибела, и установила красивую луку. Были сделаны, по минимуму, один мостик на верхней челюсти, два зубика, два двора, и там два семья, два гостя, я вам сейчас не помню. На этом финансовые средства у пациента закончились, ей посчитали стоимость всей работы, получились десятки тысяч условных единиц, и она в ужасе, в общем-то, пришла, обратилась за помощью. Вариант был предложен установить несколько компониров, и закончить композитными реставрациями на нижней челюсти, как временный вариант оказания помощи, с последующим, конечно, протезированием. Ну, пациентка сейчас будет тоже два года, с тем, что мы сделали, но надеемся, что она закончит протезирование. Изначально, ввиду того, чтобы ортопед позволил разобщить немножко прикус, поднять его с левой стороны, с другой стороны композитными реставрациями, при малярах были нарощены, и мы сначала бы приклеили две нагладки на два центральных резца. Но ситуация получилась, что мы практически перевели в ортогнатический прикус. Ну, двойки получились на 3-4 миллиметра короче. Вот эта двойка новая, которая была сделана в металлокерамическом протезе, я очень расстроилась, понимая, что придется обрезать все, ну, на миллиметр два длиннее, но это не даст никакой эстетической, такой красивой картин. Но наши пациенты, они все удивительны, пациентка берет за челюсть, так сдвигает мостик, для инстоктора так лучше. Оказывается, он у нее уже рассементировался, она хотела с ним мостик, но это нам позволило его переделать и наклеить нормально компонирует и закончить реставрацию. То, что мы получили, здесь всего несколько компониров и эстетические реставрации, улыбка зо и улыбка кости. Для нее это было очень существенное преимущество, к тому же блеск и компоненты, эстетические восприятия и оптики, они позволяют не видеть эти реставрации, но это с близкого, если на расстоянии, так это вообще достаточно хороший эстетический результат получили. Хотя я понимаю, что это тоже временное, что мы должны здесь говорить о комплексном подходе и оптического лечения. Еще одна пациентка, здесь ситуация, она пришла в клинику с тем, что у нее скололась керамика с четвертого зуба на верхнюю челюсть. Все остальное ее устраивало. Скол керамики на зубе 24. На нижней челюсть не есть милый протез, здесь фотография зуба на зубе 24. Мы работа начали с ремонта. Керамики наклеивали тоже на нее компоненты. Потом установили компоненты и в конечницу поставили материал и в продлевки. Я здесь показываю тоже фотографии черно-белые, насколько хорошо совместимы керамика и компонентные реставрации компоненты, как они смотрятся единым комплексом, у данного пациента. Еще одна пациентка, вы видите, что она протезировалась и дошла почему-то, оставила 3 зубы на верхней челюсти, а на нижней челюсти оставила 6 зубов. И решила, что почему бы не попробовать какие-нибудь другие технологии. Этот пациент тоже был у нас в клинике. У нее была сделана серия фотографий и потом, в общем-то, эта пациентка была достаточно проблематичной, но результат лечения этот пациент станет не компонентом. Сразу вы видите, что по цвету ее все устроило, но ее не устроил блеск компонентов на верхней челюсти. Почему? Потому что, если я долго стою, открыт в рот, вот так, то они становятся вообще матерые. Но если долго открыть, постоять любому человеку, открыть рот, то композитные реставрации, конечно, будут немножко отличаться на керамичество. Вот посмотрите на меня. Сейчас я пока еще не долго стану, пока еще не получила. Это уникальный тоже случай, с каждым пациентом нужно отговаривать эти моменты, и мы сразу присядем, что керамика будет блестить больше, ну, как бы, здесь есть свои преимущества, и все это мы должны учитывать. Ну, и восстановление одного зуба, ну, один человек, тоже подросток, мама, виноват в клинику, здесь полюбировали, сделать все макологические методы. Я уверена, что так же не получилось, что не будет линии, не будет ли варевого парика, но поставили на этот рот, в больницу, достаточно все будет исчезать. Если говорить о доказательной медицине, какому-то научному подтверждению работы с нафонированием с этой технологией, то мы проводили исследования несколько лет и сравнивали композитные реставрации керамические, все дают достаточно хороший результат, больше 90%. Есть такие критерии, где, я не знаю, пользуетесь вас или не пользуетесь, это те критерии, которые предложили в 2007 году Федерация стоматологов, они включают оценку не только стоматологам, но и пациентам, удовлетворенность, там есть такой парамет, и обязательно фотографии, оценка по фотографии, там очень много притерий, которые без фотографии оценить невозможно, потому что они дают очень точную оценку, и результаты по ним, они достаточно хорошие. Можно видеть такую информацию, которая была в основном. за двухлетний период, у нас уже есть более длительные наблюдения работы с данными сигналами. И в заключении, что же такое вообще компоненты, можно задать несколько вопросов, что это новая генерация материала или новая, вообще, новый аксессуар. Сам Марио Бесс говорит, что новый аксессуар для стоматологов. Для стоматологов просто легче решить ряд вопросов, приклеивая последний слой эмали, зуб, работая с новой технологией. Конечно, эта технология постоянно развивается. Изначально было два цвета, сегодня уже больше, то есть их три цвета. Наклады в размере также количество ассортимент увеличился, по размеру на верхние челюсти. Появились новые накладки для притеснивых динектов. И тоже, я думаю, что их применяют в стоматологии. И, конечно, это новый экономический подход. Как уже в тренинге подойдут с подачей новой технологии, мы вам как варианты, я думаю, что вы получили много информации. Жанна представила, как можно подавать эту технологию. Есть, у нее есть своя ниша. Есть свои показатели к ее использованию, есть своя ниша для ее применения. Как и всякая технология, она требует доставления, и все эти нюансы при работе с накладками, они должны быть озвучены и должны быть обнуждены. то есть мы сначала получаем информацию, потом мы начинаем, как-то, Богдан Романович со спины в только, нет, у Марио Бензиков клиники на крыше с мыслями о новой технологии и так с ней работают. То есть мы нести серьезные изменения не можем в химический состав. Мы вообще не будем этим заниматься, но мы можем как-то такую технологию адаптировать к практическому здравоохранению и к нашей клинической практике. Такие вопросы, такие, то, что мы пытались адаптировать изначально, я, например, ставила очень много универсальных накладок. Мне хотелось более сделать такие естественные зубы. Через какое-то время я поняла, что они очень серые, эти универсальные накладки. Их можно ставить, от них эти полосы тоже нельзя, потому что есть пациент, который пришел с одним-двумя зубами, мы не можем отстреливную маль поставить рядом с А3,5 или собственными, или там А4, или еще какими-то проблемами. Но их нужно ставить на другой материал, не на СИД-6. Большинство есть, сегодня мы делаем, конечно, отбелевых компонентов, но тоже есть подходы к использованию красок, к использованию выборных цветов в качестве подложки. Но работает технология очень хорошо, еще какую-то теннейшую мы нашли в нас, это пациенты с буксидом. У них лучше носить эти нафарки, чем керамики. Потому что модуль эластичности у данной технологии, он другой, то есть он получается не такой, как у композита, не такой, как у керамики. Он больше подходит для таких пациентов. И вот эти пациенты, они лучше адаптироваться на него, потому что наши пациенты к буксиду очень мало выносит кафы, хотя мы стараемся направить на комплексное обследование, на лечение, но это тоже сегодня одно из направлений, которое очень плохо продвигается в качестве технологического услуги. Потому что сам диагноз как у всех не ставит психиатр, ну и так далее. Потому что все с этим тоже сталкивались с этой группой БЦМ. То есть в принципе здесь можно найти подход к ее использованию и перспективу данной технологии есть. И хорошие результаты в виде многолепных наблюдений также имеются. удалить. Но постоянное получение новых знаний и постоянное обсуждение между собой, между своими коллегами в клиниках, на каких-то курсах или лекциях это дает определенные преимущества и определенный результат в освоении данной технологии. я благодарю за внимание а может какие-то есть вопросы с вами? Удалить? Так же как и любую композитную ресторанцию ее просто спиливают с поверхности но на самом деле мы еще пока ни у кого за все время все кучи книжки которые у нас были мы никого не снимали еще по фанеру и не спиливают с поверхности но убрать ее не сложно то есть это конструкция которая убирается с поверхности зуба и потом можно заменить эстетической реставрацией даже просто композитной реставрацией и это все-таки вариант минимального второго сторожения и справедливости второй темы на груди спасибо спасибо Уважаемые коллеги у нас есть еще круг который предоставил у вас клиника Жанны Литкин это ее работа с компонированием уважаемые коллеги я по поводу завтрашнего мастер-класса так как больше записались на компонирование в 10 часов утра параллельно в 37-ом аудитории и в инфекционном зале начнем мастер-класс по проформирую и там и там а после этого нам в инфекционном зале началось освободить а в 37-ом я желаю будет еще и поселка хорошо если что проспект революции 4 это 4 это аналогическое демитрово произведение все извините дальше это реальная работа в режиме у нас нет Завтра подробнее еще в середаках поговорим, что будет на мастер-классе. Ну а для тех, кто не попадет на него, в принципе, здесь все сейчас показано. Достаточно все просто и понятно. Реклама простой выбор цвета, выбор размера. Обломка под зубы. По силиконовым ключам сначала восстанавливаем зонную поверхность, а максимальная зонка. Бывает разное положение пункта. Как бы у кого-то используют, выделяясь каждый пункт. Кто-то, может быть, сам это сделал в середине. Но я не считаю, что это правильнее будет. Потому что все же цвета открытый. Но это уже на собственности контроля пластного доктора. Он сам в праве решать, как данная работа будет выполняться. Клей здесь используют, как называемые гнезда. Клей, который, к сожалению, не продается в России. Но название его дистанции. Может быть, через воду. Какой? Какой? Я приезжал. Какой? Я уже выпускаю. Ты куда-то в холодильник. Вот здесь совершенно беспорядок имеется. Комер среди стоит, удаляется. С помощью воды растворять. Здесь я сначала провела реставрацию, как я уже говорила, неудобные поверхности. По его относительной дороги, что на тарифе в программе шла двух этап. Сначала только пришла на поверхность, в которой появилась композиция с телефонным ключом. А потом уже в дальнейшем, когда их посредством компонента откладываются. А потом уже опять повторялась зимняя подготовка. И здесь важно увидеть эмоции человека, который получает результат. Потому что данный видеоролик может играть большую роль для следующего пациента, который видите. И, как я уже говорила в своем первом выступлении, национальная составляющая презентации одна из самых важных. Эффект вау. Может быть. Это席, оторожающей ошибки. Эффект вау! Эффект вау,the тאס. Неees. Эффект вауу. Пэрэх. Я пилую! Если вы захотите еще раз посмотреть этот ролик, то вы можете встретить YouTube, набрать компанирование, и он там стоит или на первом или на втором месте. Продолжение следует... 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 Чего вам действительно говорили в архитектуре, в этом досуге. Где-то и маленькое стало. Ну да. Первое, я думаю, я туда первый раз взял, я очень радуюсь. В марте я 19-го года не виделись, когда были презентованы. Я в июне уже был в Швейцарии. Ну, я получал первый секретарь, очень радуюсь, что я имею в виду сертификан. И в первые разы тоже были такие, что хотелось бы. Знаете, там в чем самая большая засада для терапевта. Там очень много архитопедических движений. Когда, ну, механика этих движений, она просто не привычна для терапевта. Она как-то на них напрягает. На самом деле, когда они привыкли, оно становится все проще. Поэтому было бы только в их силу, чтобы, может быть, ортопеды, так сказать. На самом деле, ортопеды композитов, где ортопедов, где композитов, и нет. Огромный, ординальный недостаток. Вообще, бездельца всей нашей необъятной родины. Они не любят делать зубы. Им на заборчик все отлили, все отмазывают. И они привыкли, куда-то, ну, потом полностью будет передать. Все. И никто по зубу не открашивает. Все, ну, лучше держаться. Не из чего, но лучше держаться. Ну, то есть, значит, лучше привыкли. Ну, ладно. Уже есть много модификаций постановки. Тогда композит и на компоненте, и на зубе. Да, только на компоненте. И раскрашивают. Починка, не знаю, очень простая. Это композит. То есть, адресивная техника, если она включится, просто шлифовая. Ну, вот, собственно, я заказал чуть-чуть ее покрасил. Она переключается презентацией. И у нас будет последний доклад. Он посвящен, так скажем, как говорят сами представители компаний, ростов деставрации. Это материал МИЛИС. Материал, ну, так скажем, на сегодняшний день, не имеющий раму своих возможностей клинических, эстетических. Я уже говорил не много раз, что очень многие доказываются так себе. Оп, раз он такой, иначе я буду работать только в МИЛИС, и ничем другим. Я хочу еще сказать, что у меня есть материал для лечения калица. Это материал для создания эстетики, для создания улыбки, для создания улыбки, там еще каких-то изменений. МИЛИС, которые не имеют информационного изучения калица. Для этого есть гораздо более последний. Потому что такие сложные, такие широкие возможности, практически безограничные, они не бывают в последних затратах. Это в доемкости. Спасибо большое за внимание. Пока загружается большое количество слайдов, я хотела бы сказать о совпадении. О совпадении какого-то? Что компания «Калтейн» и компания «Калтейн» вообще компания, которая производит много чего, и в том числе то, чем мы работаем. И компания «Эксподент», которая это все может привести, и является дистрибьютором, и основным дилером на рынке России. Вот случилось совпадение от того, что я безумно полюбила материалы поддорожные, ну не только поддорожные этой компании. И настолько они действительно любили прям нашу жизнь, жизнь нашей клиники. И я принимаю на работу врачей и терапевтов, которые вольны выбирать любой материал, который они хотят. Я всегда спрашиваю, чем вы будете работать, но у меня есть такой, 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 и если вы еще не работали, то, пожалуйста, я вам дам возможность и, естественно, и вы скажете мне. И никто, вот нас пятеро, никто не перешел на те материалы, которые они раньше использовали. Всем очень нравится эта линейка. А линейка от простого к сложному. И хороша она тем, что действительно есть простой материал. И я бы сказала, что бриллиантом любого, о котором Роман Романович говорил, он является простым материалом в плане применения. И до материала синержи и, тем более, о материале вырезанном, так говорим, таком сверхлюбимом, сверх таком дорогом. И если есть этот материал у нас в столе, что называется, то можно быть спокойным за то, что вы любую реставрацию сделаете идеально. Не загружился еще, да? Ну все. Сейчас я перейду на специальный. Поехали на специальный мероприятий. Спасибо. 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 Вы все, наверное, знаете, от такого врача, известного очень, Дидиетичи правильно, Саша Мадоненко, и этот доктор, швейцарский врач, который широко известен тем, что он является не только врачом, но и тем человеком, который создает плодировочный материал, участвует в разработке цвета. И материалы с таким креативным подходом врача-стоматолога, конечно, они отличаются от материалов остальных. Вот, например, компания, не знаю компания какая, но материал NMA, известно, что к ней приложил руку дублорель ванине, и он является таким творческим созданием видового материала, а как раз таки материал Мерис – это материал Дидиетичи. Далее, в разработках Дидиетичи тут уже другие материалы, но смысл в том, что это первый материал, на самом деле он первый, в основу которого легла имитация двух слоев, двух тканей зуба – это лентина и эмаль. И важно было для создания этого материала показать, насколько он зубья может заменить природу, насколько мы можем одинаково подобрать опаковость к тому или к другому зубу, разному по возрастным категориям, и насколько мы можем передать не только цвет, но и прозрачность, насыщенность и т.д. Все такие оптические характеристики зуба. И для того, чтобы понять всю концепцию материала Мерис, в принципе, тут никаких секретов нет. Мы просто передаем два слоя – гентин и эмаль. И весь полуробочный цвет, то есть его, получается, что, может быть, на самом деле вам покажется, что это с первого взгляда трудно, и вы увидите, может быть, большую коробку, в которой много каких-то шприцов и много цветов, и непонятные совершенно расцветки, о которых мы сейчас с вами будем говорить. На самом деле здесь только задача одна – повторить гентин, такой, какой есть у вашего человека, пациента, зуба. Далее, как я уже сказала, возраст человека, он отражается и на зубах. И мы благодаря каким-то критериям можем разделять зубы на молодые, зубы зрелые и зубы уже пожилые, то есть зубы пожилого человека. Какие критерии нам подсказывают о том, что это… то есть вне человека, как мы можем понять, допустим, к какой категории относится этот зуб. Значит, я бы хотела тут немножко перейти к физике, к такой химии, чтобы вы поняли вообще так же, как и я это понимаю, что такое прозрачность зуба, что такое насыщенность, почему она вообще передается, почему зубы имеют разное цветовосприятие. Потому что, если, например, мы держим все зубы, разные-разные зубы, 20-летних людей там, 60-летних, без разницы, каких людей отдельно от человека, и положим их просто где-то рядом на пол, когда она где-то будет лежать на определенном месте, да, и попадать сверху на это определенное место, то все зубы будут абсолютно выглядеть одинаково. А уже от того, как попадает на ткань зуба во рту человека свет, и какая эмаль по возрасту, от этого будет уже, конечно, зависеть, как выглядит этот зуб. Так вот, давайте мы с вами начнем. Сначала поймем, что такое преломление света, потому что это непосредственно очень связано с тем, как мы воспринимаем цвет зубов. Ложка в стакане воды. Значит, когда встречается на поверхности две среды, например, воздушная среда и водная среда, то на границе этих двух сред получается изгожение света. И мы с вами видим ложку в разных местах, правильно? Сначала она идет по воздуху, а потом она идет по воде. Вот, чтобы вы поняли, точно так же попадает свет на наш зуб. Он встречает эмаль, он встречает потом дентинно-эмалевое соединение, и он потом встречает дентин. И поскольку у каждого возраста толщина эмали одна, толщина дентина другая, то получается, что и рассеивание света, и отражение света происходит по-разному. И вот только по этому крителю уже можно определить, не определить, а доказать себе то, и мы видим то, что зуб именно поэтому имеет или белый цвет, или желтый цвет, или серый и так далее. Давайте перейдем к такой более подробной схеме. Значит, здесь я попыталась изобразить, как отражается свет в ткани зуба. Значит, мы с вами прекрасно знаем, давайте тоже немножко идем в анатомию, чтобы разобраться с именно возрастными особенностями эмали. И вспомним, когда происходит созревание эмали, то эмаль, поскольку состоит из эмалевых призм, она имеет определенное количество минералов. Каждая эмалевая призма. И гидроксиапатита. Значит, гидроксиапатита имеет определенную длину. Допустим, 130 в среднем нанометрах. Вот представьте себе эмаль, в ней гидроксиапатита, которая имеет 130 нанометров. По мере роста человека, эмаль минерализуется, добавляются фосфаты, кальций. И точно так же, помимо того, что появляется, обрастает эмаль минералами, еще и случается такая вещь, как карбонизация. Это появление еще большего количества СО2. Ну, не СО2, а в других каких-то химических формулах в эмали зуба. И по мере того, как с возрастом получается насыщение минералами, растет гидротризма. Она достигает до 400 нанометров. Она увеличивается в размене. Получается еще вот это вот явление, такое, карбонизация, которая придает зубу более прозрачный вид. И таким образом эмаль стареет, и она становится более прозрачной. Далее, каким еще моментом можно, по каким критериям можно еще понять, что зуб становится более взрослый, более стареющий. Внутри в бензине у нас появляется стлерозирование, то есть замещается влага на органические вещества. И в связи с тем, что вода уходит из ткани зуба, она заменяется тоже минералами или другими веществами, и получается тоже, что она становится более желтая от этого. Но это как бы все мы с вами сейчас так в теории проговорили, а в практике давайте посмотрим вот на эту схемку. У молодого зуба, когда, вот у меня слева эта картинка, да, получается эмаль достаточно большая, но поскольку свет попадает на эмаль, сейчас, минуточку, я вот хочу, чтобы более понятно было. Настолько как не минерализованная получается эмаль, настолько хорошо просвеченная сквозь нее дентин, что когда свет попадает на яркие вот такие структуры, на дентин и толстую эмаль, он отражается сразу от эмали, он не может проникнуть, он рассеивается. Но чем зуб старше, тем фокус рассеивания приближается к центру зуба и распространяется уже и поглощается внутри ткани зуба. И вот это вот изменение, оно позволяет определить, дефилицировать зуб на более светлый, на более желтый и так далее. И вот этот вот факт прилавления, индексы прилавления и поглощения сверху ткани зуба, он, конечно, лег в основу именно имитации композитного материала своих тканей зуба и создания вот такого материала милис. То есть вот имитация именно своих естественных тканей. Так, и давайте просто пройдемся по тем детям, которые являются, сигнализируют нам о степени созревания эмали, да. Значит, на молодые зубы, аквамаль, как правило, белая, а полистрирующая. В нарежущем крае гентин полностью перекрывает промелоны и гентин, скорее, светлый будет, без цветовых повреждений, без пигментации. Вот это вы все прекрасно знаете и в жизни вы это видите. Затем, более слелые зубы, зубы, это уже эмаль более нейтральная в цвете и оттенки появляются слоновой кости. По режущему краю гентин может быть вскрыт немного и просвечена через источенную эмаль. Гентин становится темнее. И, наконец, пожилые зубы, это когда эмаль уже тонкая, прозрачная и по режущему краю отсутствует она и гентин пробивается, конечно, уже полностью видна линия истирания, сквозь которой пробивается и пигментируется донек, пигментирует гентин. Вот такие вот характеристики эмали и гентина возрастные, которые лежат на основе создания материала нанесения. Значит, еще раз повторюсь, что это материал для воссоздания природы зубов, это материал для повышенной такой очень требовательной эстетики и тоже также она в технике послойного нанесения применяется, этот материал применяется. Значит, если мы с вами будем говорить про массы блокировочные сами по себе, то они имеются тоже как твердые, как в любом другом материале, так и более текучий материал имеется и также имеются там характеристики, то есть разных цветов для обозначения мамелон, для обозначения каких-то, допустим, более там голубых каких-то частей зуба или коричневого числа и так далее. Давайте мы перейдем с вами непосредственно сейчас уже к оттенкам гентина, которые, может быть, сначала вас испугают немножко, как у меня в начале, а потом я уже немножко вас в такую более простую конку направлю, чтобы вы воспринимали этот материал легко. Итак, в Миликсе существует 8, аж 8 оттенков дентина, 5 оттенков эмали и 4 оттенка эффекта. И вот дентинные эмали, видите, они совершенно не по привычной схеме, да, ни А2, ни А3, да, совсем другие цифры, буквы от С0, например, дентин, до С7 и оттенок эмали тоже непонятные какие-то буквы написаны. Так вот, если вы умножите 5 оттенков эмали на 8 оттенков дентина, то получите аж 40 цветов. Но это всех испугает, правильно? И это очень все тяжело и совершенно не надо так думать, потому что есть гораздо простая схема. Итак, 8 оттенков дентина по мере насыщенности цвета, по мере изменения его, я бы так сказала, что цвет уходит в более желтую сторону, но яхта из дентина при этом очень насыщенная. То есть, если это белый цвет, то это белый цвет, очень насыщенный цвет. Если это более желтый цвет, то он тоже насыщенный желтый. И очень плавный переход от самого такого светлого белого дентина к темному дентину, стих, который применяется в полостях пятого класса, и то я его за все пять лет не разу не применяла, потому что он слишком теплый. Вот. И оттенки эмали – это две буквы W, значит, получается white regular white bridge, и с буквой N – это тоже нейтрально-регулярный, нейтрально-транспарентный, и буковка IR – это желтый, самый желтый цвет эмали. Оттенки эффектов – это white, white apple opaque, gold и blue. Тоже дальше я вам покажу подробно. И вот теперь мы с вами поговорим о том, как нам все эти оттенки вообще на пациенте посмотреть и как понять, какой надо взять. Значит, для простоты я решила сделать таким образом. Пациент, грубо говоря, делится на две категории, у которых более белая эмали и у которых более желтая эмали. И это видно сразу. То есть он начинает с вами говорить, садится в кресло, вы прекрасно видите его улыбку, вы понимаете, в какую категорию он больше относится. Вы можете приложить обычную шкалу там, а виду или там, которую вы используете, вы поймете, в каком примерно он диапазоне находится, это очень все просто. Но для здесь я выбила такую закономерность, что если, например, у человека вот примерно вы видите, что это белая эмаль, вы берете эмаль, где написано white или регуляр или white, регуляр или white отличие. То есть всего две эмали. Больше эмалей для вас не существует. То есть из пяти эмалей вы уже три атаковали, вам это не надо. И вот уже под эту эмаль вы должны выбрать тот, который, бензин, который будет вам помогать и который будет подстраиваться под зубы датного человека. Значит, как у нас с вами происходит выбор материала? Это я вам все уже сказала, чтобы перейти уже к делу, давайте мы попробуем вот так вот понять. Значит, в расцветке Мирис есть особенность. Эти расцветки сделаны из самого плодоровочного материала. То есть это не какая-то, да, у вас масса неизвестная, именно из этого плодоровочного материала все сделано. И она имеет очень удобно двойное вот такое вот двойное наложение, когда вы можете использовать эмаль и бензин при соединении друг с другом. И через эмаль вы можете увидеть, как будет выглядеть бензин и приложить эту двойную расцветку уже к самому зубу непосредственно. Вот если мы с вами, как я уже сказала, выбрали, допустим, что у нас есть из пяти расцветок эмали две нам подходящие, потому что мы поняли, что пациент у нас более белыми зубами, то под наши два цвета эмали, white регуляр или white в плеч подкладываем тот бензин, который вы предполагаете. А как вы можете предположить? А все очень просто. Вот примерно вот эти восемь оттенков бензина, их тоже можно разделить на три группы. Учитывая то, что я не брала ни с семь, ни с шесть, ни с пять практически ни разу, то есть пять может один раз, я работаю от S0 до S4. Это уже пятилетний опыт показывает, и он должен вам помочь в том, что еще сокращается масштаб ваших волнений, да, и гораздо уже круг выбранного материала. Значит, и под выбранную эмаль вы выбираете оттенки дентина и начинаете вот так скользить по расцветке, не по расцветке, а по шаблонам между собой. И в итоге у вас получается то, что вы наверняка увидите, что это подходит. Либо вы берете S1, например, дентиновый цвет, или S2. Ну, в общем, я хочу сказать, что разница между S0, например, и S4 очень велика, а это очень большая разница. И вы это увидите невооруженным глазом в тюбик, когда в шприцах, когда откроете. Поэтому, несмотря на то, что в коробке представлено очень много шприцов, очень, в принципе, все просто и понятно при первой и второй работе. Также существует облегчение в жизни таблицы, которая находится на крышке каждой той же коробочке. Значит, и, например, если она нам все подсказывает, и даже если вы не были на курсах, никогда меня вы не слушали, никого другого вы не слушали абсолютно, то, в принципе, вот этой шкалой можно, таблицей можно пользоваться. Смотрите, давайте выберем, что у нас с вами, например, отбеленные зубы у человека, ну или молодые зубы, вот пришел молодой человек. Возраст, соответственно, там, ну пусть там 18-25 лет, примерно так. Значит, мы спускаемся с вами вниз, потому что мы будем делать или эстетические реставрации, или винины. И вот соединяем эти столбики. Чаще всего мы с вами гентин будем брать S1, S2, эмаль мы будем с вами брать вайт регулярный вайтлич, как я уже сказала, и какие-то эффекты добавлять, их можно необязательно добавлять, если, да, допустим, нет каких-то там маленьких пятнышек, на зубе симметричном, гипотолосе или еще чего-то, вы можете их даже добавлять. И точно так же, например, вот если у старого взрослого человека, да, допустим, пожилого, есть какие-то реставрации эстетические, вот тут написано S4, S5 можно взять, но это уже чересчур темное, это вы будете сами по своей ситуации уже смотреть, но эта таблица вот так вот все вам объяснит, в общем-то, весь алгоритм расскажет. Значит, если перед нами пациент, у которого вы видите конкретно желтая эмаль, вы, белая, откладываете в сторону, и у вас остается три эмали. Остается нейтральный, два нейтральных и один, и R, который указывает тоже на желтую эмаль, и под него подкладываете. Значит, тоже из моей практики я скажу, что никогда, например, желтая эмаль не соединялась у меня лично с S0. Это, ну, какой-то такой нонсенс получается, то есть это нелогично. Обычно более темная эмаль ложится хорошо с нейтральной, более темный бензин более хорошо ложится с нейтральной эмалью. Может быть, я сейчас путано говорю, но я хочу еще раз вот повторить, это, в принципе, такой понятный будет для вас потом алгоритм. Сначала делите процентов на две группы, белые или желтые, отметаете ненужные цветы эмаль сразу же, и под выбранные, например, белые эмаль, вы выбираете всего лишь два или три, может быть, интенсивные, которые вам точно подойдут. То есть, мы из сорока оттенков с вами дошли до буквально трех или четырех, между которыми надо вызвать. И все. Далее. И на самом деле, если посмотреть в мой ящик, задвинуть какие-то обосветки лежат, это от дентин у меня лежит от S0 до S4, эмаль у меня лежит, конечно, вся. Потому что, ну, эмаль, в общем-то, дело святое такое, и она бывает у одного зуба, кажется, что хочется эту взять эмаль, у другого зуба другую эмаль, но, конечно, в итоге я беру, стараюсь брать одинаково, потому что хочется симметрично все сделать. Но вот тут, если экономическая составляющая будет вас нарисовать, то можно, конечно, всю коробку не покупать. Можно обойтись несколькими шприцами. Но вы спросите меня, допустим, почему, как выбрать цвет в коробке, где есть шаблоны, да, вот эти вот цветовые. Это, конечно, официант тоже продается, она продается отдельно. Вы можете спросить, но может быть, кому-то будет выгодно купить целую коробку, в которой есть шаблоны, а потом уже докупать. Ну, вот как я сделала, например, первый раз. Вот. Далее. Мотивация к выбору. Мотивация, я имею в виду не пациента, как я вам говорила о компаниях, а именно как врача. Почему вы будете в восторге от этого материала и за что вы его можете полюбить? Значит, то, что я уже сказала, натуральные цвета, натуральный зуб. И вы, когда уже дойдете до полировки, потому что только после полирования мы можем оценить действительно весь натурализм вот этот. Когда мы работаем без воды долго, и когда мы еще не дошли до полирования, зубы всегда пересушены, они слишком белые, и поэтому мы не можем оценить вот этот весь натуральный цвет. А когда мы уже заболируете зуб, и вода проникнет, то, конечно, уже будет эффект настоящей зубов. Дальше. Ну, все то же самое, что я говорила и раньше, то есть наслоение бентина и мали, система выбора цвета очень хорошая, и то, что шоколад изготовлены из композитов, и вы не ошибетесь, потому что это очень идентично, очень идентично и к тому материалу это совершенно одинаковый материал, который вы будете использовать, который применяется для шаблонов. Безусловно, консистенция тоже не забыта создателями, она абсолютно удобная, не прилипает к инструменту, материал достаточно плотный, я его держу всегда в холодильнике, утром достаю и, ну, допустим, работаю сколько надо, просто мне больше нравится, когда материал более плотный. А так, если, допустим, вам температура хранения этого материала в 25 градусах, если вы будете его держать не в холодильнике, то желательно, чтобы вот такая температура была, ну, не знаю, может быть, градусов 20 или больше желательно, чтобы не работать как не врастающий материал. Вот. Далее. Достаточно долго этот материал может проденсироваться. Вы можете долго работать с в холодилкой, меняя форму, меняя какие-то характеристики и меняя умы и так далее, так далее, оформляя внутреннюю структуру и наружную структуру зуба, имитируя их. Я думаю, что, наверное, минут 10 вы спокойно можете работать, но это плюс условие, если очень сильно не светит свет, да, лампа не висит прямо над человеком. Ну, я имею в виду цель светильный. Вот. И достаточно долго он дает вам время для того, чтобы вы с вами делали нужную форму. Далее. И очень высокий плеск, хорошо очень полируется. Вы можете полировать разными, совершенно резинками, какими вы хотите, как вы привыкли. Ну, есть, конечно, и у меня особый алгоритм, как я это делаю, а вообще, это мы будем говорить завтра на мастер-классах. А вообще, мои, допустим, сотрудники работают разными дисками, разными резинками, штрипсами и достигают очень высоких результатов. И квест отличный получается. Далее. Продолжаем хвалить этот материал. Значит, мы с вами обо всем этом уже, в принципе, говорили. Остается поговорить про усадку уменьшенную. Значит, так же, как и уже Наталья Александровна сказала, про какие-то перспективы материалов, какие видят создатели какого материала, да, что может быть в перспективе этого. Конечно, уменьшение усадки материала. И в данном материале она достигает 2 и 3 процента по сравнению с милисом, который был до этого. Потому что это материал называется уже милис 2. Вот. Конечно, это большой, тоже, большая такая особенность положительная. Поэтому мы, опять же, сможем смело и на боковые зубы его использовать, не боясь усадки и постепрессионных болей и так далее. Далее. Вот так вот красиво выглядит упаковочка. Мы работаем больше со шприцами. Может быть, разные страны свое. Предлагаю где-то в капсулах есть, но смысл один и тот же. Значит, вот здесь вот лежит эмаль. Вот их 5 штук. Вот это 3-8 штук. 4 жидких материала. Ну, это не жидкий материал, а это эффекты. Вот. Ну, и палеточки, и расцветка. И вот эта табличка, она вот здесь вот есть. Значит, вот данная материалка у меня появился, когда я нигде не училась еще. То есть он сам по себе, как бы, я его купила и думала о том, что когда-нибудь у кого-нибудь что-нибудь узнаю, поучусь. Но первую свою работу я сделала именно в этой таблице. А потом уже пошла учиться. Поэтому, если что вдруг, то не бойтесь, можете начинать работать. У вас все получится, это точно. Дальше. Мы с вами перейдем к клиническим примерам. Они всегда очень интересны в лекции мой. И тоже, как и в компонерах, при работе с компонерами. Ну, я показывала свою лекцию по компонерам, поэтому ну, в принципе, видели. Тоже я применяю силиконовый ключ. Также я работаю с техником. И редко, когда реставрация выполняется без таких вот исполагальных помещений. Значит, ситуации клинически разные. Буду о каждой говорить. Это ситуация у пациента, который не видел проблем со стираемостью и не хотел ничего изменить, чтобы хотел. К сожалению, это бывает очень часто. Мы-то все хотим, чтобы мы были врачами, а не леместниками. Мы-то хотим, чтобы мы исправляли и высоту прикуса, чтобы человек не стирал дальше. Но ничего страшного, в общем-то, и не происходит. Потому что, как показывает опыт, такие реставрации живут долго. И вот в этом-то все и счастье, что у нас накопился уже такой опыт, что мы можем делать на стертые иглыки, на стертые первые зубы, да, нарежущие края для восполнения. И, в общем-то, они себя ведут достаточно надежно, достойно и, честно говоря, редко скалываются. В общем-то, мы терапевты, реставраторы достаточно хорошо спим и не так волнуемся за свои работы в отношении сколов, да, в сравнении, конечно, с тортопедами, которые делают сверхтонкие керамические пластины. Вот. Значит, такой клинический случай. Мужчина имеет повышенную стираемость. Мужчина имеет партонтальную проблему, может быть, не одну, он такой локальный партонтит, но после чистки и после коррекции десны соседнего зуба, когда мы уже выровняем у него пришедшую область, мы по силиконовому ключу восстановили поверхности внутренние, боковые и перешли потом на наружную поверхность зубов. Вот такие квадратные зубы получились, потому что это его стиль, он, вы знаете, да, что некоторые люди участвуют в обсуждении углов и как, чтобы эти зубы выкидали более мужественно. Поэтому для него вот так вот ему больше подошла именно вот такая вот форма. Причем, смотрите, получается, что я не ставлю цель делать зубы белее, потому что у нас вообще с ним разговором зубы отбеливания не было, а получается, что на снимке вы видите белее. Это лишь потому, что зубы пересушены. Потом они входят в цвет и, к сожалению, у меня, допустим, на некоторых генетических случаях нет фотографий там отдаленных, но на некоторых есть, на некоторых нет. Вот здесь вот, в общем-то, отбеливания мы не проводили и не вели на работу. Вот такие работы очень частые и, наверное, ну, это мне нравятся такие работы. Почему? Потому что клиника получает уже довольно пациентов от того, что после удаления зубов, перед тем, как надо сколько-то месяцев проходить перед имплантацией, человек не ходит и не страдает с отсутствующим зубом, можно сделать адгезивный мост, применяя или композитный материал, или композитный винир. В данном случае я применила композитную реставрацию, но это сейчас уже редко достаточно. В основном я делаю, конечно, компониры на адгезивные мосты, потому что это очень просто, это 15 минут, и человек готов идёт на работу. То есть ему, допустим, у нас в клинике, например, так, в среду делается имплантация, он буквально ночью ночует с отсутствующим зубом, вернее, или удаляется зуб, или делается имплантация, он ночью ночует, и в четверг утром, там, в девять в парах у меня приходит, я делаю ему адгезивный мост. На ленту я приклеиваю кусочек материала блокировочного, на незасвеченный блокировочный материал я приклеиваю компонир, который даже можно не контурировать, а взять такой, какой он есть, и вместе с блокировочным материалом, который находится на дне зеленой ленте, я засвечиваю вот этот петерброд, получается готовый зуб через там 15 минут, и уже на человеке я могу на пациенте что-то там лишнее убрать. Просто, знаете, вот как горячие пирожки, вот такие вот реставрации уходят. Так что я очень рекомендую использовать именно для этого компониры. Ну а здесь все, в общем-то, банально просто, наверное, для каждого все понятно, что ждем, пережидаем, когда пациент придет на следующий этап лечения. Вот точно так же я сверху припределила компониры, просто как таблеточки, вот так вот материал и компонир. Вот таким образом выглядит теперь имитация зуба. Дальше. Но четыре передних зуба у девочки квантальных – это компониры. Просто дальше мы, я поскольку сейчас уже в рамках Милиса вам рассказываю, этот случай у меня идет и в том, и в другом докладе. Дальше. Опять же такая же ситуация. Значит, смотрите, удален-то один зуб. Но он веерообразно разошелся и отошел от основной параболы, да, улыбки верхних зубов, не улыбки, а линии зубного ряда. От того, что было воспаление, такой локательный пардонтин, значит, так же была диастема. И вот такое расстояние надо как-то восполнить, и я решила, что я восполню двумя зубами. И на артизивный мост я так же сделала два зуба, тоже с использованием материала Милис. Женщина очень ей все понравилось, и что она уже два года будет не имплантировать. Ну, в общем, это тоже одна из вот таких уже теперь обязательных моментов, потому что ей все нравится, а деньги, значит, сэкономлены, но кости атрофируются по тому, какие вот у нас проблемы с имплантацией, уже теперь наращивание костного гребня, и в общем, в итоге она, я думаю, что так и будет менять артизивные мосты. Не знаю, или пока зуб 2 не случится. Вот таким вот образом. Значит, здесь случай такой. Вверху это зуб, а внизу это пломба. То есть, я думаю, наоборот, желтая это пломба, а на самом деле желтая это зуб. Поэтому ему сложно пришлось. Надо было два зуба тогда делать симметрично и как-то поворачивать еще немножко, вставлять их так попрямее. Значит, в любом случае, если получается убрать актерный штиф, его надо убирать, если это не приведет к потере каких-то корневых там особо, да, проблем не будет, растресками и прочее. Его надо как-то утро звуком тихонечко достать. Но если уж не получается, я думаю, тогда только коронка. Тут, наверное, сам первым штифтом не справится, думаю, с реставрацией так, как с белым штифтом. Вот. Ну и заменяем его на стекловолокно. И, как говорит Рогинский, если есть место, к которому можно приклеиться, то можно уже выполнять любую реставрацию, хоть к одному миллиметру придется приклеиться. Поэтому не бойтесь, делайте такие реставрации, кто думает, что он будет рисковать. Мне кажется, это очень надежная реставрация со стекловолоконными штифтами. Вот. Но хотя я тоже делаю не всегда. Часто я заполняю каналы продвинуровочным материалом. И получается, что мультяр из продвинуровочного материала идет из третьей корни и выходит наружу. Я вам тоже эти фотографии покажу сейчас. Значит, вот такие два получились суженных немножко зуба, но они вошли в зубной ряд. На центральном охране видно хуже, поэтому лучше смотрите на зуб, мне кажется, на телевизор, потому что здесь две проблемы. Здесь 15-летняя девочка или 16-летняя девочка тоже как-то вот так полечила зубы. Ну, зачем так было делать девочке? Я вообще не понимаю таких вот лечения такого. Значит, удалили штифт и положили постойно мамелоны, дентин, сверху эмаль. Создали шероховатость, не шероховатость, а микрорельеф эмаль. Я обычно делаю это красным бором, широким диаметром. Просто вот так вот стучу по эмали, как будто это надбойный молоток, и потом заполировываю. И поверхность получается такая вся немножко ревистая, но это, соответственно, аналогично с соседнему зубу. Далее, такой клык нижний, 33-й, значит, решила, ну да, это цифромолидовый, во-первых, метод пасты, да, все это использовалось, он потемнел, значит, и превратился в буквально пергамент. Значит, ткани уже кариозные убраны, но я решила рискнуть и сделать реставрацию. Зубы рядом скучные, и поставить туда имплант, имплантат очень сложный. Решили, когда уже будет судьба этому зубу славанца или что-то себе такое произошло, то мы бы и его тогда и удалили. Здесь очень важно мне было сделать, оставить рамочку, сейчас я покажу, вот эту вот, на которую будет опираться матрица. Вот это такая важная вещь, потому что если я бы ее срезала, то матрица бы здесь вот таким углом не встала и встала бы достаточно, ну так, примерно. А тут она просто вот за этот край зацепилась и контур был оставлен такой, который был у зуба изначально. Ну и началось опять все со шнита, и немножко замазала уже подробочный материал, но он вот здесь вот есть. И стала уже восполнять зубы, зуб насыщая подробочный материал. И уже, так, в общем, все хорошо поплелось туда внутрь. Все цвета получились покожными. Дальше. Истирание эмали у молодой девушки. Любит очень химические напитки и, так, еду такую вот, всю химическую. Значит, был разговор с мамой, потому что девочка так решение не могла это принять, но мама дала добро. Вот, и мы решили сделать ей коррекцию по режущему краю. Значит, по восковому шаблону также мы действовали, нарастили длину. И вот через три года все сохранилось в том же виде, практически неизменно. Никаких переходов не видно. В то же время режущий край не истер, не истирается. Значит, она, конечно, поменяла привычки, потому что она уже выросла. Ей было само от себя стыдно и смешно, что она все это на переменах мела и бегала между переменами, все это чиксы и прочее. Но сейчас мы ее наблюдали, она живет в нашем доме, где клиника, и она ходит на патологические процедуры каждые полгода. И у нее все так, как вот сейчас вы видите на слайде справа. Вот, далее. То есть, наверное, знаете, вот эти вот пациенты, они дают нам понять, что дело вовсе даже и в боковых зубах, в общем-то. То есть, у нее они истерты боковые зубы, они прекрасны, и можно смело выполнять такие, стараться на фронтальных зубах, не бояться. Потому что многие думают, что раз уже стерты, то все уже, ничего не изменишь, надо боковые принимать и так далее. Нет, можно, вот в таких работах, когда боковые зубы целы и хорошие бугры, и трипус хороших, то можно делать и какие-то вещи, два и там полтора-два миллиметра можно спокойно добавлять. Ну, это, конечно, тоже все индивидуально. По крайней мере, у меня работ на краевом прилегании, буквально по режущему краю очень много. А почему я такие работы делаю? Потому что пациентам нравится, что, например, они хотят очень незначительно скорректировать. У меня тоже сейчас, я вам покажу такие работы. Они хотят побояться, потому что они думают, что, в принципе, на 98% нормально все, но им два вот для полного счастья не хватает. Но они зачем будут из-за 2% стачены на какую-то часть эмали? Ну, как бы и так не плохо. И муж у них есть, и мальчик, и все у них есть, и девочки есть. Никакого обмориста они по этому поводу не испытывают. Но, вернее, могут какие-то, может, инфекционисты. И ты предлагаешь просто отвискоструить часть зуба и приклеиться к отвискоструенной части. Но если не приживется, отвалится, там, да, как они говорят, все очень, ну и ладно, как бы я буду ходить так, как бы хотела, ничего страшного. Поэтому вот, когда ты чувствуешь, что пациент на себя риски берет, и особо там ты понимаешь, что, в принципе, ты тоже можешь там взять эти риски на себя, то ничего в этом страшного нет. Здесь можно совершенно спокойно, без препарирования делать ангессивную подготовку и работать на режущей крае. Здесь восстановление нижних зубов, все, в общем-то, банально. Здесь восстановление пришеечной области зуба 2.2, тоже все банально. Очень подходит, и переходы все совершенно не видны. Здесь восстановление шиловидного зуба, такого, что на природе случилась вот такая поврежденность. Дальше. Третий класс, наверное, самый сложный класс, да, восстановление зубов. Но, тем не менее, релиз тоже здесь справляется. Значит, когда вы работаете и видите при препарировании бентин, то, соответственно, я стараюсь выбрать еще и отдельно бентин. То есть не просто прикладывая эмаль и бентин вместе, как я вам показывала на шаблоне тканям к самому зубу, но еще как-то вот стараюсь бентин так положить. Но это все, на самом деле, очень не точно. Я сама себя больше успокаиваю, потому что мы с вами знаем, что при выборе цвета лучше пациентов, если не класят его жар, лучше, чтобы он сделал вертикально. Когда он, допустим, в кофердане, то тоже уже цвет не подберешь, если ты препарируешь. В общем, все это относительно, но все равно мне хочется посмотреть, какой именно там положить цвет на уровне блощевого бентина, допустим. Вот, таким образом, окончательная уже работа. Теперь вот то, о чем я говорила, это изменение вот этих всех уголочков только на пескоструй, да, препарируя только пескоструйным аппаратом. Значит, исходная ситуация, совершенно не работаю, поймали на верхних частях, на верхних двух третях, только на нижних третях. Ну, тоже немножко зубы пересушены, поэтому выглядят более светлыми, чем на самом деле. Дальше, практически такая же работа, но у девушки. Сейчас, куда-то делся. Что-то, анимация вдруг. Ладно. Я уже забыла, что-то. Ну, есть какой-то эстетический небольшой эффект диастема. Немного асимметрично располагаются зубы. И, я имею в виду, вторые зубы. Ну, и вот, да, думала, тоже легкую коррекцию сделать. Отписька строили. Может быть, я уже сейчас не помню, но мне кажется, что тоже с силиконовым ключом. И, также я применила кофердам, потому что я со мной не работала, и вот так вот получилась реставрация. Далее. Ну, что-то мне, прям, анимация. Буду брать. Так. Другой клинический пример. Другой пример. Значит, это один из последних примеров. Три зуба привитальных. Двенадцать, одиннадцать и двадцать один. Всегда, да, тяжело из неживых зубов делать швы. Отбеливание. Они отбелились даже больше, чем В1. Далее. Более, такое, прицельная охота. Все разного цвета, вы видите, да, и сейчас нам предстоит удалить плову и какие-то грезные, испорченные ткани. Вот так вот это все выглядит. Нам нужно сделать белый яркий свет внутри зуба. Центр создать белый, чтобы он горел, как лампочка. Для этого надо все вычерпать, это все желтое. И, ну, я считаю, что нельзя тут экономить. Надо убирать весь этот желтый материал, тентин, и восполнять его светлым тентином, уже искусственным, в виде полка. Значит, вот, как я говорила, я нашпиговала канал блокировочного материала, верхнюю треть, вышла наружу, и вот уже такой светлый тентин, я начала наслаивать блокировочный материал, и мумилон у него так не сильно выражен, потому что у нее свои тоже были без мумилона особо. И вот, значит, так получилась работа. Дисна немножко устала, выглядит таким образом. Значит, мы дали два дня отойти и вернуться в клинику. Но когда она пришла, то мы увидели небольшую разницу в цветах, между первыми двумя зубами, два один на один и один один. Поэтому мне там немножко пришлось переделывать чуть-чуть. Но на самом деле я переделывала чуть-чуть, но все равно три раза я кое-что переделывала. Я уже вглубь не лезла, мне надо было там какие-то нюансы дорабатывать, но это непростые работы. Такая вот у нас получилась елочка. Это клинические примеры по МИЛИСу. И я еще хотела вам показать свежие работы по ЭКГО. Буквально две штуки электроны. Три. И я сейчас хочу показать сейчас, чтобы увидеть свое тоже преимуществом. Сейчас я быстро открою. Я думаю, все быстрее откроете, потому что это не презентация, а просто с диском. Восковое моделирование техник сделал. Я думаю, что это верхний и нижний зуб, потому что мы делали два зуба друг напротив друга. Но у нас сейчас с вами волнует шестнадцатый зуб. Я не знаю, какой из них будет шестнадцатый. Получается не видно. Наверное, вот этот шестнадцатый зуб. Да, правильно. Потому что он с дополнительно покороченным. Так. И вот мы снимаем силиконный мотис. Снимаем мотис. И вот исходная ситуация вот такая. Можно было сделать керамическую реставрацию, но зуб живой. И, в общем-то, я сама хотела это все делать, поэтому решила сама это продолжить. На пятом зубе мы обнаружили кариес. Тоже вошел в работу. Далее. Вот таким образом я разрезаю силиконовый ключ. Делю его на две части. На немную и на щечную. И в его отражение, то есть, значит, поверхности, которую сделал техник, в его углубление, я нашликовываю туда пробировочный материал. В частности, поскольку мы говорим про Эверглог, то здесь все удобство заключается в том, что этот материал универсальный. И вот если, допустим, есть настроение творить, так вот, ну, как-то подходить, это, что называется, так вот, ну, с каким-то шармом или, может быть, с какой-то творческой такой вот работой, конечно, будет мирис, и это будет немножко все дольше. А если, допустим, вы используете Эверглог в работе для жевательных зубов особенно, то этот материал достаточно простой по той причине, что он является универсальным. И не просто на словах, а именно на деле, потому что там один шприц можно использовать как маль, как лютиль. Вот. Он имеет такую хорошую насыщенность и не слишком яркую, и не слишком прозрачную. Я на последних курсах была по реставрациям, сейчас в Москве проходила симпозиум по эстетической стоматологии, и у двух векторов, один, например, румынец, очень прогрессивный врач, шикарный, если вы не попадете, его зовут Флорин. Второй врач азербайджанец, фамилия его Ахудов, не помню, как его зовут, Мурат Ахудов, он, вот они оба говорили о том, что в общем-то это хорошая идея переходить на универсальные материалы. И они, в общем-то, во всех своих примерах клинических об этом говорят, делают работу именно универсальными материалами, сокращая длина работы. Значит, как раз-таки бриллианты Эверглоу относятся к таким материалам, и они тоже им работают. В общем, им очень нравится. Используется один цвет, например, здесь А2, никаких проблем нет вообще. Абсолютно не думаешь ни о зонах, никаких, все получается очень красиво, и хамелеоном таким цветом это обладает точно. Значит, итак, восполняется одна стенка, точно так же другая. Ну, и вот такой зуб получился по слепку, как сделал тень, потому что у меня были сделаны основные угрозы их, пик от первой точки. И дальше уже я спустилась сама, потому что мне уже эти бугры за три направления. Таким образом. Так, еще одна из Эверглоу. Это, например, вот эта, мне нравится работа. Сейчас. Угу. 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 Обратите внимание, как Эверглоу плестит при полировке, при совершенно маленьких органных западах. Для таких полостей универсальный материал очень-очень здорово применять. Потому что не надо думать ни о бензине, ни о бумаге, просто один разделял, применяешь и все. И если он по цветовой шкале близок или идентичен, то абсолютно проблем не будет. Может быть, тогда вас спросят, зачем тогда работать с Милисом, раз тут у Эверглоу все прекрасно так. На самом деле нет. Есть у Эверглоу какие-то... Не хватает у Эверглоу иногда таких возможностей, ресурсов, чтобы восполнить, например, вот такие реставрации, которые надо салитировать и, например, превратить из мертвого в особо живое. Например. Ну, конечно, у Милиса больше возможностей. Сейчас все рабочие снимки, поэтому по 15 раз фотографируешь. Что такое? Здесь плохо. Ладно, тут те, которые, наверное, не в презентации, их не очень, наверное, здорово сейчас искать. Ну, у меня было просто желание показать на каких-то работах именно Эверглоу. А, ну, последнее, я так говорю. Тут точно уже до конца. На этом не открывается, да? На этом компьютере не открывается, да, Нэш? Да. Здесь не получается открыт. Микроволей, проблем. Компьютером. Ну, вот. Спасибо вам большое. Я показала вам свои примеры, возможности материала Милис. Надеюсь, что я вас не сильно загрузила именно тем, что материал таким образом может показаться вам сложным. Но это материал для творческих, конечно, врачей, те, кто хотят чем-то отличаться от многих. И он, конечно, вас на новую ступеньку поднимет. Это абсолютно точно. Поэтому я просто призываю, я первое время просто, ну, не знаю, разве что не плакала от этого материала, потому что это было счастье, что есть такой вообще композитный материал. Если есть вопросы, то, если завтра, мы увидимся, можно их завтра задать, чтобы время сейчас экономить. То есть, если вы не увидимся, можете спросить, я что-нибудь еще добавлю. Если все понятно, то... АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, мне так незаметно приятно приезжало. Остались... Я не хочу сказать, что стало не стойким, но осталось, кому это больше всего интересно. Я искренне благодарю вас за то, что вы пришли. Надеюсь, что вы узнали много для себя интересного. И ждем вас всех завтра на мастер-классе. Все, кто придет, никого, кто без внимания вставлен. Я обещаю. Если кому-то не хватит места, то я готов порожиться. Все-таки, если я готов, я готов на следующей неделе оставить материалы, я готов дать мастер-класс. Кому? Какие любые вопросы возникнут по качеству, по порядку работы, по материалу. Еще посмотреть, какие нюансы у меня. Без проблем я всегда на месте. Открываете сайт академии, там есть мой мобильный телефон. Вы можете звонить без проблем, никогда никому не было отказано. Кто не приходил, тут есть. Я с гордостью вижу учеников своих. Я всегда покажу, подскажу. Хочу поблагодарить еще раз наших векторов. Макалю Александровну, Жанну Александровну. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ